Спасибо. Вероника, скажите, какой регламент у нас? У нас нет регламента. На наших семинарах каждый может говорить ровно столько, сколько хочет. У нас бывают доклады и по часу. Мы себе позволяем по-настоящему обсуждать, но не так, как на конференции «Голубым по Европам», а всерьез. Так что столько, сколько вам нужно. Дорогие коллеги, мы открываем пятое заседание нашего семинара «Гендерный порядок русского модернизма». И сегодняшнее заседание у нас посвящено творчеству Максима Горького, а именно конструированию феминилности у Горького. У нас сегодня три доклада. Один из них нашего постоянного участника Яши Чечнёва. И мы рады приветствовать два гостевых доклада Анастасии Геннадьевны Плотниковой и Юлии Михайловны Егоровой. И сейчас я предоставляю слово Анастасии Плотниковой с докладом «Я закоренелый феминист. Максим Горький, женский вопрос». Пожалуйста. Большое спасибо. Рада приветствовать. Благодарю за приглашение на такое замечательное, интересное мероприятие. Поговорить о Горьком мы всегда рады. А поговорить о Горьком в таком аспекте нам удается не очень часто. Поскольку сейчас, работая над собранием сочинений, мы занимаемся 30-ми годами, и поговорить о раннем периоде и каких-то философских его выкладках получается не очень часто. Так что мы действительно рады этому приглашению. Я буду время от времени запускать демонстрацию экрана, показывать кое-какие фотографии, которые смогут некоторым образом проиллюстрировать мое сообщение. Алексей Максимович Пешков, который впоследствии стал Максимом Горьким, родился в очень интересное и увлекательное время, когда все действительно очень быстро менялось. Менялся его родной город, Нижний Новгород, менялся мир вокруг, менялась Россия, и, в общем, все действительно переживало значительный слом. В общем, мы говорим о том, что эта фигура интересна во многих отношениях, и в том числе именно тем, что он объединяет несколько эпох. То есть его жизнь пришлась, активная, творческая жизнь пришлась на несколько эпох. И на, собственно, Серебряный век, на рубеж 19-го и 20-го веков, и на первые советские годы, это отдельная эпоха, в общем, конец 10-х до конца 20-х годов. И 30-е годы, то есть такое начало утверждения советской идеологии, такой, как у сталинизма, таким, каким мы его в итоге увидели. То есть Горький его таким не увидел, каким мы себе его представляем, учитывая там 37-й год и прочее. А вот Алексей Максимович, да, а мы, в общем, видим это несколько иначе. И вот в аспекте сегодняшнего разговора нашего действительно интересно тоже посмотреть на, может быть, эволюцию, такую, как загадку построю свое сообщение. Менялось ли что-то в его представлениях или они были одинаковыми от начала до конца. Я вот периодически в свои кадры вставляю именно образ Алексея Максимовича для того, чтобы мы, в общем, понимали, что человек живет длинную, долгую жизнь. Он очень сильно меняется, да, и, в общем, наши взгляды могут измениться за пару лет буквально. И, в общем, ничего удивительного, что в течение жизни представления человека о себе, о мире вокруг, да, об отношениях с другими людьми тоже изменяются. Вот как это происходило, значит, в случае с Алексеем Максимовичем мы и проследим. Ну, конечно, мы начнем, наверное, разговор с биографией. Вы все читали в школе автобиографическую трилогию «Детство в людях моей университеты». Так вот, на нее опираться не стоит. Мы должны помнить, что это художественное произведение, а не действительно автобиография. Но общие, скажем так, эмоциональные вещи, да, никуда не спрячешь. Они действительно присутствуют, действительно существуют, действительно он очень рано остался без материнской любви. И было несколько, да, до него умерших детей в семье. И надо сказать, что вот эта тоска по любви матери, она не отпускала его всю жизнь. И, ну, мы, наверное, знаем хорошо, что даже после смерти наших старших родственников отношения с ними не прекращаются, а то и становятся еще более интенсивными, чем были раньше. Примерно так же было и у Алексея Максимовича. Его вот эта мысль, обращенная к матери своей или к матери чужой, она постоянно возникает, да, она постоянно присутствует в творчестве и в каких-либо высказываниях, и в жизни, пожалуй, тоже. Место матери заняла бабушка, которая, в общем, как он говорит, была единственным человеком, который относился к нему по-человечески. Так ему запомнилось, по крайней мере. И, собственно, если мы посмотрим на тех женщин, которым он отдавал свое сердце, мы увидим, что все эти женщины очень разные. И что их объединяет, пожалуй, то, что все они достойны каждого отдельного романа, да, отдельного какого-то исследования, безусловно. И у всех у них была очень интересная, насыщенная жизнь. Вот здесь мы видим трех, так скажем, в кавычках, жен Алексея Максимовича. Женат он был единожды на Екатерине Павловне Пешковой. Она осталась и вдовой, собственно, Екатерина Павловна Волжина, она была сначала. Она осталась единственной женой Алексея Максимовича. Мария Федоровна Андреева посередине, да, прекрасная актриса. Да, про Екатерину Павловну два слова скажу. Кроме того, что она вот прожила первую свою жизнь как супруга большого русского писателя. А, собственно говоря, именно рядом с ней он и стал большим русским писателем. Именно в период брака с ней появились, ну, по крайней мере, то произведение, которое сделало его в раз всемирно известным писателем. Это пьеса «На дне», она появилась в 1902 году, как раз вот в период брака с Алексеем Максимовичем. И, в общем, в этот период, да, в самом начале 20 века он становится и всероссийски известным, и всемирно известным писателем и драматургом. Кроме того, что вот она эту жизнь прожила, она была в Центральном комитете впоследствии партии СССР, то есть значительную роль играла в этом союзе. Потом, наверняка вы знаете о том, что она была защитницей политических заключенных, и организацию, которую она представляла, так и называлась ЕП Пешкова «Защита политических заключенных». И, собственно, вплоть до смерти Алексея Максимовича у нее была возможность помогать женщинам, детям, несправедливо осужденным, добывать документы, добывать информацию, отправлять дела на пересмотр и так далее, и так далее. Такая защитница землерусской, можно сказать. И, конечно, работы у нее было очень много. Есть такая, ну, не знаю, легенда, байка, что однажды нарком внутренних дел Егода спросил у нее, когда же вы, Боже, Екатерина Павловна, закроете свою лавочку, эту свою лавочку? И она ответила в тот же день, когда вы закроете свою, имеется в виду вот этот репрессивный процесс, который уже происходил. Мария Федоровна Андреева, великолепная актриса Московского художественного театра. Впоследствии, да, вот она провела 13 лет с Алексеем Максимовичем, была с ним в эмиграции на Капре, потом жила с ним в Петербурге, потом была комиссаром народных театров и зрелищ в советском правительстве, а уже впоследствии стала директором Дома ученых, то есть тоже очень интересная, насыщенная биография. Мария Игнатьевна Бутберг, третья на этой фотографии, о ней, собственно, роман Нины Берберовой «Железная женщина». Действительно, тоже очень интересная у нее история, подозревают ее в том, что она там то ли двойной, то ли тройной агент, очень много неизвестного об этой женщине. Ну, хотя бы то, что она была супругой сначала, такой названной супругой сначала Алексея Максимовича, а потом писателя Герберта Уэллса, который знаком нам, в общем, с детства, да, уже говорит о незаурядности этой замечательной женщины. Ну, вот покажу еще две фотографии. Мария Деренкова, это, правда, не она, а актриса, которая играла ее в фильме «Мои университеты», тоже была такой очень деятельной, очень интересной девушкой. Сначала в Казани, где она познакомилась с Алексеем Максимовичем, и он, кстати, отчасти из-за нее пытался покончить жизнь самоубийством в Казани. Да, участвовала в студенческом движении Казани, а потом в Башкирии организовала медицинское учреждение, которое, в общем, стало таким, очень важно, значительным, да, в этом районе. Здесь Ольга Каменская, правда, с мужем, извините, от которого она ушла, значит, с которым она рассталась, да, и пыталась быть Алексеем Максимовичем. Тоже, в общем, интересная деятельная натура такая. То есть, в общем, конечно, мы можем о многом сказать о мужчине, да, по тому, о человеке, о писателе, по тому, какие женщины рядом с ним. То есть, ни одна из этих женщин, конечно, никогда не была душечкой, да, и никогда не представляла себе, что все свои интересы, всю свою жизнь она подчинит интересам хозяйства, семьи, дома, да, и так далее. То есть, все они были действительно озабочены какими-то очень важными общественными проблемами, важными вещами. И, в общем, думаю, что этим они, в значительной степени этим они были симпатичны и горькому. Очень характерным представляется мне письмо, которое он пишет Екатерине Павловне Пешковой. Она уже, это уже 97-й год, уже родился сын Максим, всего у них двое детей было. Мы не очень много писем Екатерины Павловны имеем, потому что она работала в музее и в архиве и очень тщательно фильтровала их переписку, которую можно издавать, которую нельзя издавать. Ну, вот из писем Горького мы можем в некотором роде об этом судить, о том, какие проблемы она поднимала в их переписке. «По существу отвечаю тебе, что твой страх напрасен, ибо при желании всегда можно создать себе такую жизнь, какой хочешь. Я с радостью помогу тебе научиться уважать себя, чего ты пока не умеешь. Я люблю тебя не только как мужчина, как муж, люблю и как друг, может быть, больше как друг. Бесспорно, ты права, жизнь не в том, чтобы целоваться, обниматься, родить детей и ограничивать свою душу. Ее запросы святые». «И чего же ты боишься? Наши отношения, у нас они лучше, чем у других, но нехороши. Подожди, мы ведь бросим якорь где-нибудь, тогда поговорим, как сделать тебя свободнее. Максимка не может не мешать ничему, и если ты не заблудишься в понимании самой себя, то устроишься хорошо, а мне с тобой всегда хорошо». Вот видимо возник разговор о том между супругами, что Екатерина Павловна захотела какой-то другой жизни, кроме домашней, общественной жизни, более интересной жизни. И Алексей Максимович, в общем, с ней был в этом согласен и был ей помощником в этом отношении. Характерная история про совсем другую девушку, Енину Берсон. Это, в общем, одна из многих историй, которые были в окружении Алексея Максимовича. Это была, значит, Енина Берсон, была дочь петербургского банкира, которая, ну, скажем так, решила жить самостоятельно. 20-летняя девушка, разносторонне одарённая, играла на скрипке, занималась художественным творчеством, тяготилась патриархальной обстановкой в её доме и рассказала об этом художнику Сорину, который передал это Алексею Максимовичу. И Горький приютил её в своём доме, договорился с её отцом. Там была целая такая конструкция, что надо сказать этим людям, что надо сказать тем людям, для того, чтобы девушка смогла жить собственной отдельной жизнью. Она, опять же, при помощи Алексея Максимовича поступила на курсы медсестёр, занималась массажем, приобрела профессию и, в общем, дружила с семейством Пешковых очень долго. И даже вплоть до 60-х годов Екатерине Павловне сообщали о том, как живёт ей Нина. Тогда уже у неё другая фамилия была, Сборовская тогда она уже была. То есть уже прожила долгую жизнь и всю жизнь сохраняла вот эту благодарность по отношению к семье, о том, что они поверили в неё и они помогли ей встать на ноги. Это был действительно такой необычный очень опыт, и Алексей Максимович очень восхищался этой девушкой, что она не побоялась, позволила себе. И, в общем, мы видим, что вот из этого в том числе складывается его представление о женщине. Пока мы не очень видим каких-то конкретных высказываний. Мы видим в художественном творчестве, где изображается женщина, которая всегда уметаема, которая и в физическом смысле, которая претерпевает насилие, в страшном совершенно рассказе «Вывод», например, где мы видим истязание женщины, изменившей мужу, её выводят через всё село, и, в общем, цитировать это даже не хочется. Почитайте, когда будете в ресурсе, как сейчас говорят. Для этого нужны силы, чтобы вот эти картины действительно пережить. И в повести детства мы видим несчастную бабушку. Я помню, как я читала в первый раз, когда у нас в шестом или в седьмом классе читается это произведение. И после этой страшной сцены, как дедушка колотит бабушку страшным боем, бабушка сидит и выковыривает у себя из-под кожи волос шпильки. То есть настолько вот таким страшным боем он её бьёт. Вот эти, конечно, картины западают в память, возмущают Горького. И он всегда видит позитивное начало в деятельности женщин, в том, как женщины способны менять свою жизнь. И действительно искренне верят в то, что именно женщины способны это делать. Вот перед вами фотография Марии Спиридоновой, революционерки. В общем, террористки, надо сказать, которая находилась в тюрьме. И Горький, уже находясь в Америке, пишет обращение, это 1906 год, пишет обращение к женщинам Америки, чтобы они поддержали Марию Спиридонову. Вот как рассказывает о истязаниях, которым её подвергали в тюрьме. 16 дней держали её в пыльке ожидания смерти. Они заменили смерть каторгой. С туберкулёзом лёгких она помилована. Вот как женщины Америки, неужели не дрогнут ваши сердца? Вот как мучают ваших сестёр женщин в России, неужели не дрогнут ваши сердца? И крик негодования американских женщин, гордых своей свободой, не достигнет душей русского правительства? И так далее. Ну, такой интересный факт, который, в общем, не очень часто поднимается, не очень часто звучит. Тем не менее, наверное, самые интересные высказывания Горького о женском вопросе мы встречаем в письмах в период Сарентийский. Это вторая эмиграция, 24-28 годы. Я напомню, что в 22-м году он уезжает из Советской России, живёт за границей, Германии, Швейцарии, потом переселяется в Италию и там и седает на несколько лет в Саренто. В 28-м году, после долгого перерыва, он в первый раз приезжает в Советский Союз уже, и, в общем, видит совсем другую страну, но об этом чуть позднее. Да, живёт он в Саренто вплоть до 33-го года, только в 33-м он окончательно уезжает оттуда. Мне неоднократно встречались высказывания о том, как на русского литератора влияет изгнание. Мы можем вспомнить Пушкина в Михайловском или Бродского в Норинской, а для Горького вот эта эмиграция тоже была такая своеобразная ссылка. Но, конечно, мы не будем равнять Норинскую с Саренто, это, в общем, несколько разные вещи. И, тем не менее, именно вот этот период Саренто был, как, собственно, и каприйский, был таким очень важным для него и в творческом отношении, и в отношении осмысления, своего вообще, своей жизни, своих мнений, своих позиций. И переписка этого времени очень интересна, она очень глубокая, мудрая, и действительно представляет большой интерес для изучения. А вот эти фрагменты, в общем, цитируются довольно редко. Больше всего, значит, вот я покажу три фотографии женщин, с которыми он общается, да, разговаривает в это время. И побольше почитаю вам выдержек из его писем, потому что они действительно представляют такие яркие иллюстрации взглядов Горького в это, не только в это время, а, похоже, это уже такой выношенный взгляд на жизнь, да, взгляд на этот вопрос. Вот что он пишет Марии Шкапской на первой фотографии. Вы ошибетесь, заподозрив меня в феминизме. Нет, я не феминист, но я давно вижу работу двух начал. И давно изумлен тем, что одно из них, женское, не находит, не нашло своего выразителя. Несправедливо, что человечеством командуют цивилизаторы, он в кавычке ставит слово цивилизаторы. Отсюда именно трагическая путаница жизненных отношений и не о смягчающем влиянии женщины. Вот в кавычке это тоже он берет в выражение, это очевидно из письма Шкапской речи веду. О необходимости для нее понять свою роль в мире, свою владычность, такое интересное слово владычность, культурную и духовную, тем самым значительность. Об этом женщины никогда еще не говорили. Мне кажется, что вы вполне вооружены именно для того, чтобы говорить об этом. Эта тема, если вам угодно, в самом сердце современной действительности, которая вновь жаждет крови, вашей крови, понимаете? Больше всего высказываний вообще вот Горького по этому вопросу мы видим в переписке его с Ольгой Дмитриевной Форш, которая еще отчасти опубликована была в литературном наследстве, а отчасти вот в нашем собрании сочинений. Литературное наследство том 70, да, скажу сразу. Ольга Форш начинает ему, Горькому, писать по поводу как раз, с рассуждениями как раз о матриархате. Надо сказать, что здесь возникают несколько терминов, которые вам в связи с темой вашего семинара хорошо знакомы. Это, во-первых, суфражизм, борьба за избирательное право, да, то есть такая достаточно узкая категория вот этой борьбы, вот этого самого женского вопроса. Это матриархат как власть женщин, это феминизм, который не очень часто пока возникает, и похоже, что у Горького это возникает именно как идея равноправия, да, и слово гинекократия, которое мы еще тоже встретим, оно похоже, что это синоним, да, вот в представлении Горького, слово матриархат. Ну, то есть вот эти вот несколько терминов он периодически использует, а слово гинекократия, похоже, только не очень часто используется и такое вышло из употребления. Так вот, что он пишет Ольге Дмитриевне Форш. Если для вас матриархат тема заветная, разрешите указать вам на две недавно вышедшие в Берлине и, видимо, значительные книги. Доктора Леонора Кюн, я чуть позже расскажу об этих двух книгах, «Мы, женщины» называется эта книга, и Маргарита Вейнберг «Утопии». Книги эти я знаю лишь по рассказам и рецензиям, но все, что слышала о них, меня почти восхищает. И не только потому, что Кюн и Вейнберг убежденнейшие гинекократки, а по той смелости и доказательности, с которыми они говорят о сумерках мужчины, то есть даже больше не про власть женщины, а про сумерки мужчины, в кавычки берется это понятие. О всем факте давно уже пора говорить, ибо ведь уже ясно, что мужчина-то всесторонне обанкротился и духовный иссяк. Мое от юности свойственное мне преклонение и удивление перед силою женщины, я говорю, конечно, не только о сексуальном обаянии, а о некоторой сущности ее, непонятной и часто враждебной мне, мужчине, мужчине в целом. То есть, говорю, чувство женщин, к женщине давно уж навело меня на мысль, что царствованию мужа на земле приходит конец, и власть над миром должна перейти к жене и матери земли. После гнусной войны, имеется в виду Первая мировая война, это стало моим убеждением, и я знаю, что последнюю революцию сделают женщины, чему физически будет препятствовать Восток и, конечно, более упорно, чем Запад. Вот это совмещение идей феминизма и идей революции похоже в письмах возникает впервые, но начинает повторяться потом от письма к письму, вот эти идеи. Надо сказать, что вот эти два имени, Леонора Кюн и Маргарет Вейнберг, возможно, я не так неверно произношу, это немецкие фамилии, и надо сказать, что в русской библиографии эти имена не встречаются, то есть книги эти, очевидно, не были переведены, по крайней мере, мне не удалось найти других упоминаний, кроме упоминаний, связанных с Горьким, с комментариями к письмам Горького. Вот в двух таких книгах я нашла некоторые сведения о этих двух женщинах, я потом, конечно, передам оргкомитету семинара презентацию, это, да, можно будет посмотреть, что это за книги, вот книга Дэвиса, и обе эти книги вышли в 2010 году, то есть они, в общем, довольно свеженькие, эти книжки. Значит, что это за дамы, да, надо сказать, что про Маргарет Вейнберг известно вообще крайне мало, то есть даже даты жизни ее мне не удалось выяснить, но основной ее период ее активности, публикационной активности приходится именно на период немецкой революции 18-19 годов, то есть, очевидно, она какую-то более-менее значительную роль там сыграла. Да, встречаются в библиографии ее статьи 19-го года, и вот эта самая книга «Утопия», да, сейчас еще раз произнесу, «Женская проблема в идеальном государстве прошлого и будущего, путешествие по чудесной стране утопистов», Лейпциг, 1925 год. Тоже эти библиографические материалы передам, возможно, они будут интересны для тех, кто занимается этой темой, да, прицельно, потому что, в общем, расширяет некоторым образом такие горизонты. Ленора Кюн, годы ее жизни, 1878-1955, прожила долгую такую насыщенную жизнь, и была редактором журнала во Франкфурте, защитила докторскую диссертацию еще там до 10-го года. В общем, тоже не очень много о ней известно. Меня заинтересовало то, что она больше 20 лет общалась с сестрой Фридриха Ницше, Элизавет Фёстер Ницше, и, в общем, наверное, ну, интересно было бы узнать, что они обсуждали, да, то есть существует, очевидно, переписка этих женщин, пока, значит, мне, ну, в общем, не удалось обнаружить, да, какие-то следы. Думаю, что она должна быть. Значит, работала, была одним из основателей немецкого философского общества в Германии и участвовала в, как раз, в период немецкой революции в кампании за немецкую национальную народную партию, в которой, собственно, занималась, да, женской политикой, то есть заведовала, руководила женской политикой. Значит, в середине 20-х годов, как раз, она активно издает книги, у нее такая довольно интересная обширная библиография. Книга, о которой пишет Горький, была, книга «Мы, женщины», была издана в Берлине в 25-м году, и Горький, они об этих двух книгах, очевидно, узнал, как он и пишет, из рецензий в журнале, в газете, в газете «Руль», да, в эмигрантской прессе, в различных эмигрантских изданиях. И вот эти два имени, Леонора Кюн и Маргарит Вейнберг, он привлекает неоднократно вот в этих рассуждениях о женщине, это будет и в переписке, и в публицистических статьях, например, в статье о мещанстве он о них пишет, да, это статья 29-го года, и впоследствии в таком масштабном проекте «История женщины», о котором я скажу несколько позже. Также, да, вот еще, мне кажется, интересно рассуждение, которое тоже, обращаясь к Ольге Форш, он пишет письмо 26-го тоже года, не только, что какой взгляд мне нравится на женщину, но и то, какой взгляд мне не нравится. Он пишет о Федорове и говорит, что верно, что мыслитель он оригинальнейший, но мне ненавистен его взгляд на женщину, церковный взгляд. Формулировал он этот взгляд так, культура – результат господства женщин, не тяжелого, но губительного. У меня по этому поводу другие мысли, кратко выражу их так, человечество обязательно возвратится к матриархату, мужчина доигрывает свою роль. В таком общем смысле, да, вот эти мысли все объединяются в переписке, давайте я не буду слишком занимать ваше время, вот есть, была еще Надежда Чертова, Надежда Васильевна Чертова, тоже с ней очень интересная переписка на эту тему, могу вас обратить к собранию сочинений. А вот в письмах с Михаилом Пришвином, тоже, в общем, философски насыщенные очень эти письма, и он высказывается так, как бы подытоживая вот эти все мысли и рассуждения. «Ко всем моим мыслям о том, чего я не люблю, я отношусь небрежно, и они у меня недолговечны, а вот женщину, особенно мать, люблю и думаю о ней непрерывно, отовсюду выклевывая курносым носом моим, мысли для нее лесные». Недавно в книжке Богданова «Борьба за жизнеспособность» вычитал, и здесь он цитирует эту книгу практически дословно, «по своему исходному составу клетки тела мужчины менее сложны, чем клетки тела женщины, а значит, надо полагать и биологически ниже». Конец цитаты. «Богданова я давно и хорошо знаю, высоко ценю его, ибо он еретик, а что лучше еретика среди человеков». «Возвращаясь к женщинам, уверен, что XX век, нам это интересно очень слышать, XX век будет веком гинекократического движения, мужик изработался, только считает талантливо, до Марса 16 верст, клетка нервной ткани весит 0,00, знак вопроса, микрона, расстояние от души до души человеческой 249 миллиардов световых лет и так далее». Понятно, что это такая ирония, но вот эти вот наукообразные рассуждения, к таким рассуждениям он всегда относился скептически. Ну и, в общем, последний период жизни Горького – это 30-е годы. Напомню, что в 1928 он начинает приезжать в Советский Союз, а в 1933 окончательно поселяется. Жаль, что не очень долгой была его жизнь в Советском Союзе в 1936 году, в 1936 году он скончался. Но, тем не менее, вот это период, когда Горький погружен в многочисленные, очень интересные книжные проекты. И многие из них носят название «История чего-то», история какого-то явления. Например, история гражданской войны была задумана в 18, по-моему, томах. История городов, история деревни, история молодого человека 19-го столетия, книжная серия. И одно из этих, история фабрика заводов, естественно, чуть-чуть не пропустила, очень важный тоже пункт, где, кстати, Шкапская потом участвовала. Так вот, одним из таких проектов, значимых, становится «История женщины». Многие из этих проектов не были осуществлены, другие были осуществлены частично или совсем не так, как это себе представлял Горький. Тем не менее, да, история женщины осталась неосуществленным проектом. Тем не менее, вот ее развитие этого проекта описано в статье Ольги Васильевны Быстровой в книге «Публицистика Горького материала и исследования». Это у нас был, по-моему, 2007 год. Вкратце расскажу, да, уже, чтобы, поскольку, если мог быть какой-то регламент, он уже давно исчерпан. Мимо этой истории, конечно, никак не могу пройти. В 1930 году появляется статья «Женщина» и в 1934 статья «О женщине», да, с похожими названиями, где, в общем, одни и те же мысли развиваются. А основная мысль следующая, что женщина еще в первобытном обществе это основа прогресса. Почему? Потому что женщина, при которой есть младенец, она стремится к оседлому образу жизни. А, значит, занимая, обустраивая дом, она способствует тому, чтобы и мужчина оседел рядом с ней, и, соответственно, только вот в случае с оседлым образом жизни, ну, такие представления, да, возможно, какая-то культурная деятельность, возможно, изобретательская деятельность, вообще развитие там материальной и духовной культуры человечества. В какой же момент все пошло не так? То есть вот мнение, да, Корького, что изначально верховенство, да, значимости женщины, она не подвергалась обсуждению. В какой же момент это изменилось? В тот момент, когда христианство вошло в свои права, поскольку именно христианство с его идеей грехопадения, да, говорит о том, что женщина – существо низкое, женщина – существо подчиненное и однозначно обязанное подчиняться, да, более значительному высшему существу мужчине. То есть утверждается, скажем так, как говорилось, на законодательном уровне утверждается неравенство, да, именно так. И, собственно, выход из этой ситуации Горький видит именно в социализме, в социальной революции, которая через вот эту идею равноправия всех со всеми, да, идею принципиального равноправия, дает возможность женщине через учебу, да, через обучение, через профессию, через творчество состояться именно как личности, раскрыть свой духовный потенциал и, собственно, вернуться, да, к тому, чем она была в первобытном обществе. То есть в том смысле, что стать основой общества, да, как это было когда-то, вот по представлению Горького. Как я уже сказала, проект этот не осуществился, и тем не менее, завершая мое выступление, мне хотелось бы сказать о том, что вот хотя он и писал Пришвину о том, что ко всем своим мыслям я отношусь небрежно, они у меня недолговечные, но похоже, что именно в этом аспекте, да, можно какие угодно там вещи вспоминать, его отношение там и к социализму, и то, что мне близко к кинематографу, там еще что-то, но похоже, что именно в этом случае Горький последователен. Буквально с самого начала, да, своей жизни, своего творчества, вплоть до самых последних лет. И мне кажется, что это действительно тема, которую стоит изучать. Вот спасибо вам, что вы натолкнули нас на эту мысль, заставили меня этим немножко позаниматься, хотелось бы какой-то материал, да, оформить, составить, и, может быть, удастся что-то опубликовать на эту тему. Большое спасибо, извините, что я столько времени вашего заняла. Спасибо большое, был очень интересный доклад, наверняка много вопросов и осуждений. Кто хочет спросить что-нибудь? Да, вот Марианна, пожалуйста. Давай Марианну сначала. Да, на самом деле я просто поаплодировала Насте. Спасибо, спасибо, Марианна. Аплодисменты. И на самом деле, да, у меня есть вопрос небольшой. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Ну вот так навскидку, а какое бы ты назвала самое гендерное произведение у Горького? Причем вот из тех, которых мы знаем, там, со школы и так далее. Вот, да, вопрос такой, конечно, не самый такой даже умный, вот, но просто интересно, потому что иногда читаешь, ну, не обращаешь на что-то внимания, да, тебе там один аспект все время, да, долбят, что вот так, вот так, вот так, вот так, здесь так. А какое все-таки, именно где гендер-то, скажем, не в каких-то элементах, да, а все-таки вот такой гендерный вопрос, прям поставлен, может быть, раскрыт, а мы этого не видим. Вот какое вы сказали? Ну, действительно, такой сложный вопрос, что вот и назови, и еще, чтобы мы это знали, да. Ну, не знали, хорошо. Все-таки 25 томов это много, да, и он действительно много, где об этом пишет, я думаю, что вот, я очень рада, что Юля, Юлия Михайловна Егорова подключилась, привет, да, и что, собственно, вот то, как это в творчестве будет раскрыто, да, мы как раз услышим. Ну, я скажу скорее свою какую-то такую личную позицию, да, мне нравится, как эти вопросы в Васе Железновой, например, раскрываются, да, то есть это действительно, ну, история про бизнес-вум, да, история, которая звучит очень по-сегодняшнему, там поднимаются и вопросы, там, сексуального насилия, и вопросы, вот, равенства, неравенства, да, и так далее. Действительно, это очень интересно, очень по-сегодняшнему звучит. И, собственно говоря, это, ну, пьеса очень живая сегодня, то есть ее ставят активно, и она смотрится действительно. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Оля? У тебя выключен микрофон. Да, все, я включила. Спасибо огромное за доклад. Настя, я хотела бы уточнить, вот, по последнему проекту Горьковскому, да, «История женщины», остался ли какой-то план проекта, то есть что вы планировали публиковать, какие-то исследования или, наоборот, художественные произведения? Спасибо. Да, значит, план остался, вот он, собственно, здесь вот, сейчас вот так вот я покажу, публицистика Горького в контексте истории, она, по-моему, до сих пор в нашей лавке продается, эта книжка, могу, наверное, сделать скан этой статьи, Ольга Васильевна очень хорошо расписала и историю этого проекта, и опубликовала план, и две вот эти статьи, то есть, в общем, все, что касается этой истории, да, оно там есть. Предполагалось, это был и проект, связанный с книгоизданием, то есть, например, книги, поднимающие, да, такого вот прям плана утверждено не было, но книги, поднимающие вот женский вопрос вообще, это могли быть дневники, например, автобиографии, он, в общем, всех своих женщин-корреспонденток в 30-е годы, особенно всех этих крестьянок несчастных, да, он просил, пишите, пишите историю вот вашего возрождения, историю вашей жизни, да, это очень нужно, это необходимо, про то, как вы там из батрачки становитесь профессором, да, там была такая дама Кариванова, по-моему, да, могу ошибиться, посмотрю поточнее, вот, но это просто не единичный случай, да, их действительно много вот этих призывов, вот, поэтому, к сожалению, как многие из Горьковских, он остался незавершенным, невоплощенным, точнее, да. Спасибо. У меня еще вопросы? Да, да, пожалуйста, Яш. Анастасия, вот вы говорили про слово употребление Горьковское, именно связанное с темой гендеристики, вот феминизм, это все-таки равноправие в основном у него, или есть какое-то тоже такое интересное значение, как вот, я забыл, это сложное слово, которое вышло из употребления, ген... Гинекократия. Гинекократия, да. Как бы гинеколог, но тот, кто, вот и самое, тот, кто руководит. Я бы сказала, что, ну, здесь надо разбираться, конечно, то есть сразу так, такие тонкости, может быть, мне сложно будет ответить, я бы сказала, что по отношению к феминизму, он говорит, что есть, возникает какой-то иронический такой контекст, феминист, да, то есть, вот, допустим, в жизни Клима Сангина, там есть доктор Макаров, который вот о себе говорит, что он феминист, и к нему такое отношение несколько скептическое такое, да, но, то есть, горький он получается больше, чем феминист, да, хотя в его каких-то рассуждениях и в, ну, в бытовом отношении, то, что мы сейчас называем там бытовым сексизмом, да, это, конечно, цветет пышным цветом, то есть, он совершенно не замечает, что вокруг него, в общем, всю его жизнь устраивают женщины многочисленные, вот, и он это воспринимает как данность, ну, как такое, да, естественное нечто, вот, но, как бы, вот, принципиально, да, в том, чтобы иметь возможность, ну, понятно, что он человек, там, серебряного века и 30-х годов, то есть, он именно в этом отношении воспринимает ту самую гинекократию, просто именно в женщине он видит вот ту самую свежую силу, да, которой не хватает человеку для свершения вот этих всех мировых революций, ведь эта идея мировой революции потерпела крах к середине 20-х годов, и вот он почему и пишет про следующую революцию, да, которую должны совершить женщины, в этом смысле, в смысле нравственной революции, а в смысле социальной, прошу, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Аня? Да, можно сначала вопрос? Спасибо большое за доклад. Вообще, я слушала, когда Настю, то поймала себя на мысль, что такой семинар вообще нужно было провести один из первых, потому что вообще горько, фигура Горького, она ключевая и для 20-го века, да, и сейчас если для темы и для женского вопроса, да, потому что такого количества каких-то совершенно для своего времени прогрессивных женщин вокруг, ну, ни одного мужчины больше не было. Там, это же и Нордман, да, партнер Репин, скажем, да, Наталья Борисовна, которая тоже, в общем, для своего времени совершила, ну, совершенно какие-то вот несмыханные шаги, да, бросив все, уехал в Америку, ее, опять же, публикации, вся эта деятельность, да, она также входила в его круг общения, то есть, ну, фигура Горького, конечно, здесь чрезвычайно интересная, и он активным был чрезвычайно, и поэтому в самоотношении с другими, скажем, людьми, которые интересовались женским вопросом и которые как-то достаточно активную позицию занимали, да, по этому вопросу, это очень интересно, в частности, книжка «Полхарактер» Гейлингера, она как-то вошла в его круг чтения. Очень, да. Да, это первый вопрос. Второй, с Варварой Васильевной Ахангельской не пересекался ли он писательницей, которая по проституции в частности писала, она и выступала тоже, в общем, это начало века как раз, может быть, где-то они пересекались, может быть, в переписке даже упоминается ее имя. Просто у Толстого она есть как раз, он вот как-то зацепил ее в редакции, в дневнике это нашла встреча отражений и потом в дальнейшем его размышлениях тоже о женском вопросе. Вот, и что-то еще хотел спросить. Да, и вот этот проект, конечно, история женщины чрезвычайно цельной информации не знала, что Горький был настолько разносторонним. Спасибо большое за подсказку, и Ольга Васильевна за, в общем, такую важную для нашего проекта тему. Это даже вот крошечный такой верх айсберга, насколько он был разносторонним, да, мы каждый раз удивляемся. Спасибо за этот вопрос, я не все, я набрала огромное количество цитат, но, в общем, понятное дело, что не стала вас загружать всеми этими цитатами. Вот и Венингера, он читал и знал очень хорошо, и неоднократно упоминает его в полемическом отношении, естественно, да. вот, например, еще в 908 году он пишет Амфитеатрову как раз вот по поводу того, что возникает уже волна, общественная волна, которая воспринимается как антифеминизм, то есть вот, да, такое естественное движение маятника такого, что, значит, обратили ли вы внимание на несомненный рост антифеминизма, я чувствую в этом начало серьезного движения, и мне кажется, что у нас оно будет иметь шумный успех. Почему у нас? А именно потому, что наша женщина больше бунтовщица. Предлагаю пари. Стою на том, что в скорости какой-нибудь двуногий граммофон объединит теорию Венингера с изысканиями Сабатье по вопросу о двойственности человеческого существа. Объединит только ради того, чтобы дать мизогамству тоже вот мизогиния мы говорим, мизогамство у него возникает такое слово. Идеологическое обоснование. Это будет, посмотрите на шум, поднятый Венингером, на бесчисленное количество книг против женщин, но мне кажется, что с этим уже опоздали. То есть, что все, уже поезд ушел, ребята, уже отката обратно быть не может. Вот и Венингера он неоднократно вспоминает и вот в статье о женщине в том числе и вот, по-моему, и в статье о мещанстве тоже, да, то есть про то, что вот как раз такой подход, да, такая мизогиния, это как раз образец самого настоящего мещанства. Вот, про Ахангельскую не помню, надо посмотреть по именному указателю, но так, на вскидку нет, тем более, ну, мы как бы чуть в другом периоде, поэтому, если специально не занимались, то не встречалась. Вот, могу поискать, да. Ну, да, любопытно поискать, Нет, для публикации, мне кажется, было бы есть. Да, да. Спасибо. Спасибо. Если пока вопросов больше нет, я себе позволю сделать то, что Сержа Раля назвал на конференции Россики-контрибуции, да, вклад, ну, дополнение, проще говоря, Ну, вот Анастасия-то, конечно, знает, а все остальные, может быть, и нет. А, ну, и, конечно, Юля, Юля тоже знает. В письме Марии Евгеньевне Лёдберг, он тоже говорит о гинекократии, ну, вот, секунду, специально нашла, а теперь, да, вот, видимо, это была заветная его идея в Сорентинский период. Вот Мария Евгеньевна ему жалуется там, на трудности с работой, а он, то есть, говорит практические очень вещи, обсуждает с ним его мнение о своей последней пьесе, не очень высокая, вот, он ее отвечает такими широкими какими-то такими обобщениями, вот он пишет, да и вообще всегда женщине жилось труднее, чем спутнику ее, однако она как будто лучше сохранила силы духа. Вероятно, это смешно будет вам, а я на старости лет, кажется, становлюсь сторонником гинекократического движения среди женщин возникающего. Нет, серьезно, опозорился мужчина здесь, в Европах, не в силах наладить жизнь, настроен сумеречно, очень ясно чувствуешь, как он злится на бессилие свое. Именно этой злостью творятся такие факты, как пощечину мерцветцу, Анатолию Францу, как обезьяний процесс, борьба низколобок с высоколобами в Северной Америке, всякие куклы-кскланы, сдача позиций мелкому мещанству, судороги анкличан и прочее, и тому подобное, чего очень много, и что может свидетельствовать только о том, что творческие силы мужчины иссякают. Кажется, одна Россия вне этого процесса, а с другой стороны изумляет быстрота духовной эмансипации женщин Востока, турчанок арабок и гинекократические теории, развиваемые немком в Германии. Вообще, в этой области начинается интереснейший шумок, и это не суфражизм, панкерст, а нечто более серьезное, как я думаю, Ролан, Маргарит и отчасти Цвейк тоже как будто чувствуют все взрастающее значение женщины, да и не одни, а одни только. Может быть, я ошибаюсь? Интереснейшее время, Мария Евгеньевна, милый друг. Право так, такие фокусы показывает жизнь, усиливаясь в сторону небывалой, усиливаясь и в сторону небывалой пошлости, и в сторону неожиданностей, которые возбуждают радостные надежды. То есть, это, видимо, некий вот комплекс идей, да, и про сумерки мужчин, он здесь говорит сумеречные, да, и про усиление позиций женщин, да, и про Восток он тут говорит. То есть, это, видимо, какие-то повторяющиеся такие топосы для него в этот период, которые он вот из письма в письмо развивает. И характерно, что он в этом письме упоминает и про Ольгу Форш, с которой, видимо, он в переписке это много, тоже вот эти темы обсуждает. Да, и на самом деле вот эти же мысли, они есть и в письме, собственно, к Ролану, сейчас скажу, 27-го года, 28 марта 27-го года, где он хвалит одно из произведений Ролана, и как раз вот лично восхищен, именно восхищен вашим отношением к женщине. Вы первые среди французских писателей поставили с такой глубиной силой вопроса в общественном и культурном значении женщины. Мне кажется, Европу охватила сейчас новая венья, идея гинекократии. То есть, вот это, в общем, ну, не скажу, что навязчивая идея, да, но какая-то мысль, которая действительно его очень занимает. И хотя вот он в обращении к Лёвберг говорит, что на старости лет, но вот я повторю свою мысль, да, что похоже, дело не в годах, да, дело не в старости лет, дело в том, что эта мысль его всегда занимала, просто она, может быть, несколько модифицировалась, но вот увидев вот эти мысли, вот эти сумерки мужчины, он везде ставит кавычки. То есть, наверное, это цитата, и возможно, это цитата из какой-нибудь рецензии. Надо смотреть рецензии о вот этих двух книгах, Тюн и Вейнберг, да, вот, потому что он, собственно, прочитал вот эти рецензии, и везде он про них говорит. Книги на немецком он не читал, к сожалению, кормилиц наших языков, с языками не дружил. Не кажется ли вам, что это просто парафраз «Сумерек Европы»? просто как бы вот, поскольку это на сверху, да, «Сумерки идолов», Ницше, а «Закат Европы» у «Угра». «Закат Европы», да, но неважно, по-немецки одинаково, потому что «Деммерунг», это «Сумерки» тоже, как бы, вот, это можно по-разному переводить, «Закат Европы», да, пару скажешь, но и «Сумерки» тоже переводили. Вот, я думаю, что да, были и такие переводы. Есть они, есть, то есть, может быть, это как бы вот парафраз этого очень известного названия, и вот отсылающие тоже к этому комплексу идей. недавно здесь еще и «Восток» возникает в связи с этой темой у него все время, то есть, может быть, вот это вот тоже взаимосвязь есть. И, кстати, то, что он в письме к Ролану говорит об этом, это тоже как бы, ну, здесь есть какой-то вот связь, потому что Людберг, она же переводчица Ролана, в частности, то есть здесь как бы вот все время протягиваются нити от одного к другому, и сама Людберг в своем творчестве тоже очень активно идеи вот гинекократии, использовавшись горькостным словом продвигает. Вот, ну, хорошо. У них почти, почти случился роман, но не случился роман. Да, но это отдельно, я не помню, по-моему, это письмо, кажется, вот 18-го или 19-го года не опубликовано или опубликовано в полном собрании. Мне кажется, не опубликовано. оно было упущено как раз в полном собрании, но сейчас могу посмотреть быстрее. Ну, оно есть вот в камешку, оно точно есть в публикации Марсульеза Андреевна Симашкина про Лёвберг и Горьф, но она там не совсем прочитала, там оно же перечеркнуто все письмо, там оно что-то с ним произошло. Мне кажется, то ли с него снимали копию, то ли что. В общем, оно практически нечитабельно, вот, но я тоже с ним сидела, просто потому что вот за Лёвберг занимаюсь, и эта история должна будет тоже отражаться. Жена благодаря Горькому вообще сохранили ее книги, то есть Горький еще и в этом смысле защитник женского творчества, благодаря ему. Она, кстати, по-моему, в истории фабрики заводов потом участвовала, да? Вместе шкафской, да, 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 да. Вот, но, собственно, в архиве Горького благодаря ему, благодаря переписке сохранилось целый ряд ее пьес, которые больше нигде невозможно найти, потому что в этом смысле Горький был, способствовал женскому творчеству. Спасибо, нам приятно. Спасибо большое за очень интересный доклад, вот, а мы, наверное, будем переходить тогда к следующему докладу, и я с удовольствием объявляю Юлию Михайловну Егорову с докладом «Трансформация женского образа в раннем творчестве» Максима Горького. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я очень извиняюсь за то, что удалось мне все-таки подключиться, но подключилась я поздно, и мы, когда вели беседу с Анастасией Геннадьевной, кто начнет, и по логике должна была начинать я, чтобы объяснить вообще истоки женской темы в творчестве Горького. И Анастасия Геннадьевна должна была потом вот подхватывать, но вот видите, технические моменты, заминки бывают, и у нас получилось, что эта тема мы взяли как бы с середины, мы ее практически уже вот раскрыли, а об истоках мы вот говорим уже теперь. Но лучше поздно, чем никогда. Вот. И в своем докладе, в своей беседе я хотела поговорить о трансформации образа женщины в раннем творчестве Горького и указать истоки, откуда она вообще появилась у Горького, почему он к ней пришел. Вот. Как мы с вами уже сегодня определили, женская тема в творчестве Горького занимает совершенно особое место. И, казалось бы, мы знаем Алексея Максимовича как писателя прогрессивного, как писателя революционера, буревестника, бунтаря, и, казалось бы, что может быть общего между ним и вот его взлетом на фоне революции и такой темы, которая, в общем-то, было принято считать, что эта тема, она близка писателям-женщинам. Вот. Но, тем не менее, это так. Как уже сегодня Анастасия Геннадьевна говорила, и мы все с вами говорили, Горький был очень разносторонним человеком, и практически не было, наверное, такой темы, которая бы не была затронута им вообще на протяжении всей его литературной жизни, всей его жизни общественной, политической, его интересовало буквально все. И женская тема была одной из первых, одной из первых, которую он попытался раскрыть, в который он пришел, еще будучи совсем молодым человеком, еще, наверное, даже не начинающим писателем, а даже начинающим журналистом. И Горького всегда вопрос женщины, ее место, ее роли в обществе интересовало, и тема эта уходила истоками его детства, его раннее детство, и получилось там в его биографии такой момент, будучи еще в трехлетнем возрасте, Алексей Максимович, тогда Алеша, если позволите, я буду так его называть, потому что у меня ранний период, тяжело переболел холерой, от него заразился его отец, и он скончался. Мать, будучи очень любившая отца, почему-то, в силу каких-то причин, перенесла это на сына и обвинила его в смерти горячо любимого мужа, обвинила ребенка, и после этого она как будто бы она закрылась от него. там в скорости умер и младший брат Алексея Максимовича, об этом как-то просто не принято, ну не то, что не принято, просто не упоминают, потому что он умер совсем маленьким, там ему было полтора-два года, и умер тоже вследствие этой же холеры. По пути, когда везли из Астрахани в Нижний Новгород, тело отца, умер маленький брат. И у матери Алексея Максимовича, Алеши, остался только он. И вот она обвинила его в смерти мужа. Она закрылась от него, и как написал позже норвежский исследователь Гейер Хьетса в своей книге «Судьба писателя», она всегда была обращена к мальчику темным, железным лицом. Вернувшись из Астрахани в Нижний, мать передала Алешу на попечение своим престарелым родителям, бабушке, дедушке, отдала на воспитание, и фактически она отошла от него. И Алеша остался в доме у своих бабушки, дедушки, в Каширинах. С чем же он там столкнулся? А столкнулся он с тем, что дом при всем обилии людей, там, казалось бы, большая семья, бабушка, дедушка, тети, дяди, жены, но в доме царилась совершенно невозможная обстановка. В доме Каширинах абсолютно нормальным явлением считались порки по выходным, жестокость, насилие, которое проявлялось не только по отношению к Алеше, к ребенку, но и считалось нормой, что его дедья методично издевались над своими женами. Притом, читая какие-то книги биографические, документальные, мы знаем, что у него дяди были женаты по два-три раза, потому что их жены просто не выдерживая, не выдерживая этих издевательств, они умирали в молодом возрасте. И Алеша, у Алеши это все проходило перед его глазами, он это видел, он в этом жил, он это впитывал, он видел эту боль, он ее очень чувствовал, вот эту ненависть, которая буквально царила в этом доме, и очень рано он ощутил всю несправедливость наказаний и унижение от этих наказаний. Будучи ребенком, он это уже понимал, и в дальнейшем тема жестокого отношения к детям, побоев и издевательства над женщинами, престарелыми, слабыми, найдет отражение, ну, практически, наверное, в каждом его произведении, только в той или иной степени. Единственным другом, единственным близким другом, светлым человеком в этом доме это была бабушка Акулина. Воспоминания о ней остались в памяти Алексея Пешкова на всю жизнь. Ее беззаветная, абсолютно бескорыстная любовь к миру, ко всему живому, обогатила душу ребенку. Она не дала ему замкнуться, она не дала ему стать подобным, каширенным. Она научила находить и верить в прекрасное. Бабушка была глубоко религиозным человеком, но у нее было несколько своеобразное такое отношение к Богу, оно было особенное. По вечерам она имела обыкновение беседовать с Ним, не просто молиться, стоя перед иконами. Она с Ним беседовала, она с Ним разговаривала, она говорила обо всем том, что происходило за день в доме, что ее беспокоило. Притом она всегда просила за других. О себе она либо не упоминала совсем в своих молитвах и просьбах и беседах, либо упоминала как-то вскользь. Она, в отличие от строгого, требовательного и карающего, жестокого Бога дедушки, дедушка тоже молился Богу, но он просил наказать Бога, а бабушка просила вступиться за человека. И вот в отличие от Бога дедушки, Бог бабушки был очень добрым другом всему живому. Алеша Пешков с детства видел вот это понятие, оно немножко странно звучит, как бы двоебожие. Нет, это не языческий пантеон многобожия, как мы понимаем, да, это был двоебожие в лице одного Бога, они как бы оба обращались к одному Богу, но по-разному, и ждали от него разного. И Алеша видел, что Бог бабушки добрый, светлый, помогающий, а Бог дедушки жестокий, карающий. И тем не менее, бабушка Акулина была прекрасной рассказчикой сказок и исполнительницей народных песен. И особенно Алёше нравились стихи о Богородице. И в дальнейшем знакомство с русским фольклором, мечта о справедливом устройстве жизни и вера в светлое будущее найдут отражение в творчестве Горького. И мы знаем, что во многих произведениях, особенно ранее, Горький неоднократно обращался к теме фольклора, а это все благодаря бабушке, потому что любовь к фольклору привела именно она ему. И, возможно, любовь к русскому фольклору сделает Горького, опять же, особенно на ранних этапах, романтикой, в чем его пытались сначала обвинить, поставить в укор, но это так, ранний Горький был романтик. Далее судьба Горького складывалась следующим образом. Приблизительно в возрасте 20 лет Алексей Пешков отправился схожими по Руси в поисках веры, Бога, жизненных ориентиров и ценностей. За время странствий молодой человек обошел практически всю центральную часть и южную часть России. Он был на Кавказе, он очень многое видел, он многое пережил, он многое где работал, через работу он знакомился с разнообразием с мужчинным людом, он имел возможность изнутри рассмотреть жизнь русской глубинки, что впоследствии также нашло отражение в сюжетах его произведений, что стало большим бесценным опытом и багажом, с которым Алексей Пешков пошел в литературную жизнь. В путешествии по России он неоднократно наблюдал проявление несправедливой жестокости, неоправданной жестокости и несправедливости по отношению к слабым и обездоленным, что он видел у себя в доме в детстве. Он становился свидетелем публичных постыдных сцен с беением мужьями жён, сопровождавшиеся грязными оскорблениями в их адрес, о чём уже сегодня говорил Анастасия Геннадьевна. Так называемые выводы или выволочки женщин были нормой жизни и едва не главным развлечением среди малограмотного населения сёл, деревень и маленьких уездных городков. Так, сначала в Курске, а позже в селе Кондыбовка Алексей наблюдал публичные истязания провинившихся жён. Зрелища отвратительных, унизительных и жестоких выволочек произвели на молодого человека сильное впечатление. На основе этих событий появился очерк-вывод, о чём уже сегодня говорили, о напечатанных 1895 году. Быть, нравы и уклад провинциальной жизни нашли отражение в таких его рассказах, даже не рассказах, скорее, очерках, набросках, как «Однажды осенью, 95-й год» — это автобиографическая история, «Женщины с голубыми глазами» — тоже 1895-й, «26 и одна», 99-й год и других. Перед читателем выстраивается целая цепочка женских образов. Так, в первом рассказе «Однажды осенью» гулящая девица Наташа, избитая своим кредитным клиентом булочником Пашкой, в рассказе «26 и одна» простите, очерк-вывод «Маленькая ногая, безымянная женщина, публично избиваемая мужем за измену». Женщина с голубыми глазами из одноименного рассказа «До вас двумя детьми, ставшая проституткой по нужде». Далее «Обманутая пекарем горничная Таня, поруганная и выставленная на смех» — это рассказ «26 и одна». Все они безропотные жертвы обстоятельств, сложившиеся веками уклада жизни, предрассудков и традиций патриархального общества. Избиваемые мужьями или приятелями, поруганные, надломленные предательством, брошенные на самое дно, они чувствуют себя лишними в этой жизни. Физические истязания и жестокие превратности судьбы лишают напрочих человеческого облика. И вот как Борький описывает их состояние, их внешность в своих рассказах, я цитирую его, «Синяки были расположены с замечательной пропорциональностью, по одному, равной величины, под глазами, один побольше на лбу». В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий. А вот цитата из другого рассказа. Вывод. «К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина. Ее голова откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все ее тело в синих и багровых пятнах, левая упругая девическая грудь растечена, и из нее сочится кровь. Должно быть по животу женщины долго били поленом, а может топтали его ногами в сапогах. Живот чудовищно вспух и страшно посинел». Вот следующая цитата, жуткие цитаты. Женщина с голубыми глазами ухватила левой рукой за волосы другую женщину, притянула ее к себе и беспощадно, частыми ударами, била ее по испуганному, уже вспухшему от ударов лицу. Голубые глаза теперь были жестоко прищурены, губы плотно сжаты, от углов их к подбородку легли резкие морщины, и лицо его знакомой теперь было беспощадно, зло зверское. Лицо человека, готового бесконечно долго истязать себе подобного и истязать с наслаждением. Самое интересное, что Горкий это не выдумал, это была правда, это было то, что он видел, и то, что он излил на бумаге, то, что настолько глубоко вошло его в душу, и как следствие, естественно, эти женщины видели единственное избавление от этих издевательств в смерти. Вот, как говорила Наташа, хоть бы сдохнуть, что ли. Накопленные за годы странствия впечатления производили крайне тяжелое впечатление на Алексея Пешкова. Он пытался понять для себя, как же Бог допускает, попускает такую жестокость и несправедливость. Драматические события личной жизни, предшествующие периоду кожи, о которых я говорила, это расставание с Марией Деленковой, его первой любовью, несостоявшаяся любовь, также тяжелым ударом стало известие о смерти любимой бабушки. К сожалению, так сложились обстоятельства, что, когда он узнал о ее смерти, он находился в Казани и узнал он уже несколько месяцев спустя. Он даже не смог приехать на покороны и проститься с ней. Череда череда драматических событий, тяжелые впечатления от увиденного совпали с духовным кризисом и поисками Бога и новых ориентиров и точек опоры. И Алексей Пешков отправился в паломничество по святым местам с целью найти ответы на мучившие его вопросы. Однако ни странствия, ни беседы с монахами, с кими и с химниками не принесли облегчения. И, напротив, все пришло к тому, что под влиянием впечатлений он поставил перед собой вопрос о Боге уже не как о творце людей, а как создатели вселенной и владыки сил именно враждебных человеку. Зноя, холода, ветра, как о хозяине, распределившем блага земли, действительно неравномерно. Здесь плодородный чернодем, а для других бесплодный камень, солончаки, пиздковые породы и песок. Поиски собственной правды, смысла жизни и места Бога в мире многократно усилили интерес молодого человека к книгам. В период с 1890-го по 1900-е годы он познакомился с трудами по истории философии зарубежных мыслителей Селли, Карла, Штейна и других. Горького увлекло изучение природы и его законов, проблем социума, общественной жизни и человека. Писатель пытался найти причины страданий человечества и пути избавления от них. Он хотел найти новую веру и собственную эстетику. Благодаря знакомству с трудами классиков философии, естествознания, эстетики литературы, Пешков стал остро ощущать массовое измельчание литературы, идеологии культуры. В частности, он уже перестал находить ответы так называемой дворянской литературе, то, что мы называем классической литературой. Он чувствовал необходимость в экстренных переменах внутри себя и в литературе, в русской литературе в целом. Он чувствовал, что назрела необходимость в новом герое, герое нового образца, способным противостоять всем нерзостям окружавшей жизни. И, несмотря на сложный и мучительный период поиска собственной правды, недовольства собою, тема женщины продолжала занимать Алексея Пешкова. В автобиографическом рассказе «Однажды осенью» писатель довольно любопытно отозвался о своем отношении к женщине в тот нелегкий для себя период жизни. Цитирую его «Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины. Будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые все вместе». Интерес к данной теме Горький объяснил в песне от 29 июля 1896 к своей тогда еще будущей вестнице Екатерине Павловне Волжиной и объяснил этот интерес следующим образом. Цитирую его «Про меня говорят, Катя, что я слишком увлекаюсь женщинами. Встречаясь со мною, они видят во мне романтика бродягу, вечно всем и всеми недовольного. Они видят вечно чего-то тоскливо ищущего и всегда воспевающего женщин, всегда полного чувства благоговения к ним за нежность их души, за красоту их тела и мягкость их ума. Они горды и чисто любимы, как все люди». Но тем не менее вопросы духовного поиска взяли верх и на время отодвинули увлеченность темой женщины на второй план. В декабрьском письме Чехову 1898 года Горький впервые выразил свои требования к современной литературе. Ему хотелось, чтобы литература стремилась трактовать цитаты, цитируя вопросы коренные, вопросы духа, чтобы литература стала проникнута реализмом, возвышающимся до одухотворенного и глубоко продуманного символа, чтобы она поднимала человека от реальности до философских обобщений. Все это нашло отражение в сборнике очерки и рассказов 1898 года. Таким образом, оказавшись на рубеже веков, Горький провозгласил наступившее столетие веком личности и активной деятельности во благо всех людей Земли. Именно такую личность он считал величайшей ценностью. Цитирую его, «Личность человек, вот она, драгоценнейшая наша реальность. Личность чувствует себя совершенно правильным выводом из посылок прошлого и необходимейшим посылком будущего. Личность ощущает себя в центре жизни, в середине ее потока. Она мужественно сознается в ограниченности своих личных сил. Она мысли чувствует исторически и знает, что ее бытие обусловлено именно в тех формах, в той среде, в коих она существует и которые она призвана расширить, изменить, сделать более удобной для живых людей, идущих вслед за ней, личностью, творящей новые формы жизни. Она всегда активна, ибо насыщена живой силой прошлого, психической энергией человечества. Таким образом, новым героем Горького стал человек с большой буквы, который, по мнению писателя, должен уважать себя, должен гордо говорить всем и каждому, что я такой же, как и ты, я во всем равен тебе, я имею право жить так же хорошо, такой же полной жизнью, как и ты. И эта мысль окрасила все дальнейшее творчество писателя и наиболее ярко отразилось в повести «Мать». Данное произведение занимает совершенно особое место в наследии Горького, поскольку в нем писатель по-новому попытался осмыслить действительность, используя для этого новые приемы изображений. Назвав «Повесть мать», считает Лидия Алексеевна Спиридонова, писатель тем самым заявил о намерении поставить в центр повествования фигуру «Женщина из народа». Впервые «Женщина из народа» стала главным героем произведения, чья материнская любовь способствует ее духовному обновлению. Большинство событий в повести показано сквозь призму миросозерцания Миловой. Писатель впервые представил фигуру новой женщины, матери, невинно убиенной и воскрешшей, как назвал ее любовь рогачевства. В отличие от женских образов своих ранних рассказов, пассивных жертв обстоятельств, вклада жизни и традиций, Миловна стала добровольной жертвой во имя лучшей жизни человечества. Она всецело приняла и посвятила себя служению новой вере сына и его друзей. Горький возвел ее духовный подвиг на должную высоту. Образ Миловны проекцируются у него на образ Богоматери, а Павла и его друзей на Христа и святых апостолов новой веры. В повести Мать Горький изменил привычный уклад жизни женщины и напомнил о ее особом предназначении в этом мире. Идея внутреннего совершенствования и духовного возрождения женщины, обретение ею иного, более высокого статуса, стала неотъемлемой частью новой системы ценностей Горького. Писателю захотелось изменить привычный уклад и наделить женщину равными с мужчиной возможностями и правами, напомнить о ее высоком предназначении в мире и усмотреть в этом место подвиг. Динамичный рост революционных настроений в стране, предчувствия смены эпох наложились на мечту Горького написать повесть, посвященную духовному росту женщины. Стремительно развивающиеся политические и общественные события в России начала XX века стали прекрасным фоном, лишь фоном и событийным наполнением для воплощения замысла. Тема женщины и ее роли в обществе прошла через все творчество писателя. Как художник, Горький освещал ее в художественных произведениях, как общественный деятель, публицистике. В разные годы он посвятил этой теме ни одну статью и написал ни одно воззвание. О чем уже сегодня говорила Анастасия Геннадьевна, в 1931 году у Горького появился замысел создания целой серии «История женщины», посвященной женскому вопросу. В 1933 году он приступил к его воплощению, однако реализовать задуманное в полном мире Горькому, к сожалению, так и не удалось. Коллеги, спасибо за внимание. У меня все. Спасибо большое. Вопросы? Ну, если пока нет, у меня есть. Вот я не очень хорошо к стаду своему знаю творчество Горького, и когда вы упомянули рассказ «26 и одна», я подумала, что у нас же я никогда его не читала, но мне сразу же вспомнилось другое произведение вспомнилось с очень похожим названием. У Замятины есть киносценарий 1929 года «Одиннадцать и одна», и там такое впечатление, что этот сценарий написан в каком-то смысле в перекличке, что ли, творческой с Горьким. Вот не знаете ли вы чего-нибудь об этом, и в частности, может быть, кто-нибудь об этом уже писал, а если никто не писал, мне кажется, это богатая мысль сделать такое сопоставление, потому что там тоже та же ситуация исходная, то есть множество мужчин, которые обожают издалека одну женщину, и вот из этого проистекает коллизия такая связанная с насилием, неосуществившимся в обоих случаях, и с, ну да, да, то есть, мне кажется, очень много есть оснований сопоставить эти два текста, вот что вы об этом думаете? Вы знаете, я с вами абсолютно согласна, и я думаю, что в данном случае эта перекличка, она не случайна, и я не исключаю этого момента, что действительно это было, ну, у Замятина, что это не подражание, конечно, это было его, но я думаю, что Горький в определенной степени мог повлиять, конечно же, потому что, как мы знаем, что писатели 20-30-х годов прекрасно были знакомы с Горьким, с его творчеством, тем более, что Горький состоял в переписке с Замятиным, вот, я думаю, что прямые сопоставления есть, напрямую, я вам честно скажу, я не могу уверенно вам ответить, что, да, действительно, Замятин упоминал, но здесь настолько явное сходство сюжетов, я думаю, что определенное влияние Горький мог написать, тем более, что эта история действительно имела место, и в Казани, в Казани, в его мемориальном доме, в дом-музей, да, где сохранилась вот эта пекарня, где, собственно, и проходили, вот эти происходили события этого рассказа, и Горький, когда, вот, вы знаете, туда спускаешься, и вот это все видишь, есть возможность потрогать и глазами, и руками, что называется, и вот понимаешь весь ужас, все унижение, вот, произошедшего в тот момент, я думаю, что Горький, когда он это писал, он же сам работал там, и вы понимаете, это было живо, это было передано им, и, конечно же, писатели, я думаю, что знали эти рассказы, почитали, и кто-то из них, может быть, и сталкивался с подобной ситуацией, потому что, как уже говорилось, это было, это имело место по всей Руси, вот, а насчет сценариев, я думаю, что Анастасия Геннадьевна, Настенька, был такой, была такая, было упомянуто где-то, помятина, что-то... Можно я, да, продолжу, Юль, действительно, правильно, я думаю, что нужно сопоставлять эти тексты, да, просто тщательная такая текстуальная работа должна быть, но вот мне хотелось просто добавить, что они не просто состояли в переписке, они работали вместе в всемирной литературе, и в инсценировке... Был такой проект замечательный, про который я тоже очень люблю рассказывать, инсценировки истории и культуры, когда было задумано в страшные там 18-20-е годы, это была секция такая, да, при всемирной литературе, написать 300 пьес и киносценариев, в которых бы вся история мировой культуры, не больше, не меньше, она бы, значит, была представлена, да. Причем это, значит, должны были они не только... Замятин участвовал в этом проекте, там же участвовал и Гумилев, и Блок, и Блок писал про этот проект тоже интереснейший, Федина отчасти, да, то есть, в общем, очень разноплановых авторов он туда привлекал, ну, как бы, так скажем, спасая их от голода, да, но в итоге появлялись действительно очень интересные проекты, и предполагалось не просто пьесы и киносценарии, не просто тексты написать, а расписать всю сценографию, все костюмы, там, вот, где кто должен находиться, там, и так далее. Вот, действительно, такой интересный был проект. А кроме того, мы же знаем, что Замятин написал киносценарий по «На дне», да, и вместе с тренуаром они в 36-м году поставили, и это, собственно, единственная зарубежная экранизация, которой хоть какое-то отношение Горький имел лично, он, по крайней мере, ему прислали сценарий, и он был не против того, чтобы, значит, конкретно этот сценарий, а вообще, чтобы его произведение именно Замятин перевел в кинетографическую форму. То есть, Замятин видел, собственно, вот этот потенциал в горьковских текстах, и ничего удивительного, что в его творческом сознании, да, вот «26, и одна», естественно, прочитанный, это был очень популярный текст, как раз вот из периода Горьковского, когда он был мегазвездой, да, это вот, Юль, поправь меня, но это же вот один из первых сборников, да, совершенно верно, в Руси, а второй, который, это было самое начало века, собственно, вот, то есть, не знать он не мог этого рассказа, и очевидно, что вот в таком виде, да, преломилось его восприятие. Спасибо большое, потому что я тоже сразу вспомнила на дне об ансценировке, то есть, об их сотрудничестве, но тут, конечно, не перевод на киноязык, да, это текст, это другой рассказ, там, дело происходит на метеорологической станции заполярной и прочее, но основа сюжета и система мотивов, мне кажется, очень напоминают, поэтому, мне кажется, это такая богатая тема, вот эти два текста сопоставили. Как ты в руки вам? Не знаю, мне, как Гритоведу страшно за это приниматься. Вероника, спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Еще вопросы какие-нибудь наверняка есть? Да, есть. Да, Аня, пожалуйста, конечно. У меня такой вопрос, ведь Горький понимал, что отношение такое к женщинам, оно сложилось, в общем, веками, и то, что он видел, это даже еще не самый худший вариант, потому что на законодательном уровне в 17 веке женщину, убившую либо причинившую вред мужа, просто закапывали живой в землю и давали ей умереть, либо подвешивали за ногу, ну, как бы там, и не хранили, разумеется. То есть, ну, как бы там, и это было абсолютно все юридически закреплено, да, то есть, это веками сложившаяся традиция. Он рефлексировал, как бы, каких-то в записи дневниковых, переписки, в произведениях, может быть, это нашло отклик, как какие-то такие экскурсы в истории не делал ли он, что вот, не осуждал ли он вот эту традицию, скажем, да, которую он застал, в общем, в начале века? Спасибо за вопрос. Конечно, он осуждал. И иначе бы эта тема настолько живой не нашла отклик в его и ранних... В истории, в истории он сопоставлял или времена, эпохи? Нет, сопоставлений не было, он это видел в быту. То есть, это просто находило отражение везде. Сопоставлений прямых, скажем, вот там, с текстом домового уклада там, 1700 какого-то года, допустим, да, нет, таких сопоставлений не было. Но он видел эту традицию, она его не устраивала, он ее решил просто сломать. Вот почему он впервые вот эту попытку женщину нового образца попытался сделать своего рода это был эксперимент, экспериментальная повесть. Почему она оказалась и неудавшейся? Потому что впервые в истории русской литературы писатель, при том сам из народа, поставил главным героем и не просто главным героем, а героиней, женщину, и женщину не дворянского происхождения, а женщину самую простую, женщину из народа, женщину вот, ну, рабочую, если раз рабочая слободка, ну, значит, можно сказать, что вот женщину рабочей слободки. Поэтому, конечно, это не укладывалось в сознание многих, кто-то это принял, кто-то это не принял, почему повесть вызвала такой шквал откликов совершенно полярно противоположных, почему Горький подвергся гонению цензуры царской, понимаете, почему ему не удалось по горячим следам выпустить отдельной книгой об мать в России, потому что сразу поднялась царская цензура. Вот, конечно, Горького не устраивал, потому что он, он как бы, знаете, через себя, он очень близко пропустил эту проблему боли, насилия и несправедливости через себя, он сам многое пережил. И в данном случае, здесь, понимаете, интересный момент, казалось бы, он мужчина, но он ее принял по-женски, и он попытался отстоять, вот правильно мы сегодня говорили, он называл себя феминистом, не в плане, что впихнуть на женщину, вот на работой ты хотела права, а именно, чтобы поднять права женщины до уровня мужчины, чтобы нельзя было это делать, нельзя было ее там за что-то так вот унижать и обижать, если нельзя обижать мужчину, то почему это можно сделать над женщиной, которая дает жизнь, то есть изначально здесь даже можно поспорить, а кто же выше в божественном положении, женщина дарит жизнь, так как же можно ее так топтать, и Горький встал на защиту, и всю свою жизнь он защищал и женщин, притом разных женщин, и близких, и дальних, и в письмах к нему обращались, он пытался защитить, значит, его это не устраивало, а ссылки на какие-то законодательные документы, скажем так, России, там, 18-19 веков, нет, таких сравнений, таких источников нет, но его не устроила сама ситуация, и он встал на борьбу с ней, спасибо, надеюсь, я ответила на вопрос, да, разрешите, я продолжу, Юлину мысль, мне кажется, Юля, мы тут договорились без отчества меня, простите, я опоздала, да, конечно, ага, я думаю, что это вот именно к творчеству, да, имеет отношение то, что Юля говорит, но вот в том же самом проспекте, плане проспекте история женщины, которая, про которую я сегодня столько говорю, он обращался именно к истории позиции женщины, да, он вспоминал там отцов церкви, Сократа, Платона, Аристотеля, Шопенгауэра, Ницше, там, и так далее, и так далее, то есть положение женщины в средневековье, в 18-м, в 19-м веке, именно вот к историческому аспекту, я не могу сказать, что он был прям таким буквалистом, в смысле обращался, цитировал документы, этого мы не видим, но вот такой общий взгляд, да, на место женщины в культуре, опять же, от первобытно-общинного строя до современности, да, которую он видит, и он при этом не только упоминает факты угнетения женщины, но он говорит и об обратных вещах, допустим, вот в переписке с Верой Жаковой, молодой этой самой писательницей, журналисткой, он неоднократно вспоминает, что вот а была еще там Анна Павлова, которая давала деньги на собор, а вот была еще такая-то, которая писала фрески, а вот была еще такая-то, то есть вот он все время вспоминает, какие еще противоположные факты были, что вот то, что происходит, вот эта феминизация, это эмансипация, да, он неоднократно тоже этот термин использует, причем для него же понятие эмансипации, оно широко, да, то есть это эмансипация разных слоев социальных, которые раньше не имели прав соответствующих, вот, то есть говорит о том, что вот эта самая женская эмансипация, она не сегодняшнее дело, да, она имеет корни вот в прошлом, просто тогда это все осознанно подавлялось, он прежде всего церковь в этом упрекает, что церковь как основа государства, да, в западном мире, вот, именно церкви было выгодно такое положение женщины, и он как раз, историческими примерами это подкрепляет, вот, не юридическими, а скорее культурными вот в этом отношении, спасибо. Спасибо, если вопросов нет, суждений, тогда я предлагаю переходить к следующему докладу, значит, Яша Чечнев, Яков Дмитриевич, простите, с докладом «Неизвестная заметка Эриха Федоровича Голербаха о специфике изображения горьких женских персонажей по архивным материалам», и был разослан, вот, выложен, точнее, в общий чат, собственно, материал, который будет обсуждаться архивный, если кто-то успел прочитать хорошо, я немножко успела, спасибо, Яша, ваше слово. Ну, не только этот материал будет обсуждаться, будет обсуждаться проект его книги, частью которого является этот материал небольшой, но он вот посвящен горькому, и только он и сохранился про конкретного писателя, все остальное только в наработках, но я об этом скажу отдельно. Черновой автограф «Горький женская грудь» известного отечественного искусствоведа Эриха Федоровича Голербаха является частью задуманной книги «Оправдание пола. Опыт феноменологии сексуальной жизни». Далее я буду кратко называть ее опыт «Оправдание пола». Оригинал заметки хранится в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. Название задуманной книги Голербах обосновывал следующим образом. Что значит «Оправдание пола»? Всякое оправдание имеет смысл не столько реабилитации, сколько уяснение смысла раскрытия сущности явления или вещи. Оправдать значит уяснить подлинную природу оправдываемого. Первоначально оправдание пола задумывалось по замечанию самого автора как опыт исследования мировоззрения Розенова, с которым Голербах был дружин, состоял в переписке и в 1918 году выпустил биографию, в 1922 году дополненную русского нитша. Однако по мере углубления в предмет исследования автору стало ясно, что бесконечно обширная проблема пола не может уместиться в пределах мировоззрения одного хотя бы гениального мыслителя, что анализ этой проблемы все время уводит исследователя в сторону от намеченного в начале пути и что всесторонняя разработка темы требует углубления в труды других, иногда совершенно чуждых розановым мыслителей. Более чем за 20 лет работы над оправданием пола с 1920 по 1942 годы Голербах собрал только черновик пяти глав первой части книги. Все остальное осталось в набросках, конспектах, планах, кратких и развернутых заметках и объединено обработчиками фонда в отдельные единицы хранения, которые составляют обширный раздел материалы. Судя по сохранившемуся плану книги, она должна была состоять из четырех частей. Первая культ пола как мировоззрение, вторая сексуальная анатомия и эротическая филология, три сексуальная психология и четвертая сексуальная эстетика. Заметка о Горьком по-видимому впоследствии вошла бы во вторую часть в раздел посвященный эротической филологии. Помимо этого в материалах к оправданию пола находим и другие наработки по этой теме, например, заметки по вопросам сексопатологии и психопатологии в произведениях русских советских авторов или заметки по вопросам сексопатологии и психопатологии в произведениях зарубежных авторов. Этим, собственно, филологическая составляющая материала в книге исчерпывается. Все остальное так или иначе связано с тремя другими частями оправдания пола. В целом, сохранившиеся наработки Галербаха можно охарактеризовать не только как исторический ценный человеческий документ, но и своеобразный философский опыт о поле, понимаемом самим автором в расширительном значении, как глубокое и своеобразное мировоззрение, основанное на идее сексуализма, то есть взгляде на мир через пол. Но что имеет в виду Галербах, каждый раз употребляя это слово? Прямого ответа на вопрос мы не находим. Тем не менее, фундаментом теоретизирования автора становится половая концепция Розанова, которого Галербах считает в первую очередь мыслителем, а не писателем и публицистом. Половой вопрос, как неоднократно подчеркивалось в разновидении, решался философом в гендерном аспекте. Важную роль в творческом наследии Розанова играет женщина. Как было установлено нами в совместной статье с Ярославом Игоревичем Аровым, посвященной конструированию фемининности в философском наследии Розанова, тема женственности развивается им в нескольких взаимосвязанных контекстах. В первую очередь в метафизике пола, где женская выступает в качестве противоположного мужскому, как одно из звеньев дихотомического единства пассивной женской и активной мужской материи, типичных, например, для мифологии. Во-вторых, в общей для Серебряного века концепции вечной женственности, где женская выходит за границы сугубо половой дифференциации, становится над ней одним из мировых начал платоновской души. В-третьих, женская рассматривается философом как черта, определяющая национальное самосознание. Есть более или менее женские народы, например, русские. Этот аспект проанализирован Натальей Юрьевной Грекаловой в специальном параграфе монографии «Человек-модерна». И, наконец, в-четвертых, женская определяется рознанным как индивидуально женская, присущая вот этой конкретной женщине, жене философа, его дочерям, египтинкам с сюжетных фресок или же шире, этому конкретному человеку, в том числе мужчине. Перечисленные нами пласты взаимно наслаиваются друг на друга, поскольку микрокосм человека соединен с макрокосмом. Сама категория пола выражается у розанного через наибольшую противоположность мужчины женщины. Идеальный самец, согласно философу, прежде всего герой, деятель, творец мира, идеальная самка, семьянинка, домоводка, проекция вечной женственности. Демаркационная линия проводится розановым между женщиной-матерью и женщиной-сексуальным объектом. Строго говоря, розанов не является противником сексуальной объективации, поскольку пол неизменно связан с сексом. Мыслитель наделяет идеальную женщину конвенционально привлекательными чертами, должными возбудить самца, идеального мужчину, для последующего совокупления и размножения. Галербах во многом строит свои размышления, отталкиваясь от идей розанового. Так он восстает, например, против половых куритан, чопорных моралистов, проповедников платонической любви, строгих аскетов, которые, цитата, любят говорить о половом акте как о чем-то нечистом и унизительном, не имеющем самостоятельного значения и духовной ценности. Галербах полагает, что такие люди свои личные чувства расширяют до размеров всеобщности и, не чувствуя потребности в половой жизни, объявляют ее вообще ненужной и вредной. В качестве примера приводится проповедь о прощении Льва Николаевича Толстого. Подмена общего частным представляется Галербаху угрожающей святости жизни и всему тому, что направлено на продолжение и усиление ее. Подобный витализм находится в оппозиции к одной из основных теорий модерна, теории вырождения, элементами которой российский миф о высших и низших расах, фигуре вырожденца, декадента, дегенерата, концепты упадка аристократии, гибели рода, плохой наследственности, сюжетные топосы преступления, сумасшествия, самоубийства, тема возмездия в различных вариантах, пронизанного воображаемого серебряного века. Тем не менее, витализм Розенова-Галербаха, противостоящий общему вырожденчеству эпохи, выступающей за утверждение и продолжение жизни, является, как и сам фантазм вырождения производной натурализма. Только вырожденческий дискурс питался от позитивистских теорий, в том числе дарвинизма, а неовиталистский в большей мере стал возможен философией жизни Фридриха Ницше, высказывание которого из работы «Есть человек» Галербах ставит эпиграфом ко всей книге. Цитата. «Всякое презрение к полу, всякое осквернение его понятием нечистого, есть преступление против жизни, истинный грех против святого духа». Внимание Галербаха вслед за Розенову к половой проблеме, в частности к сексуальным взаимоотношениям, отдельным элементам тела и тому подобному, обусловлено тем, что натурализм, как показала Наталья Юрьевна Грекалова, открывает жизнь в ее корреляции со смертью, то есть человека смертного, точнее, умирающего, желающего смерти человека в объятиях смерти. В этой связи человеческое тело в художественных, публицистических, философских, живописных работах представляется как инфицированная смертью. Визуальной экспликацией этого являются, например, порнографические листы бельгийца Фелисиена Робса, где дан образ современной смерти в обличии Морс Сифилитика. Сифилитическая фобия эпохи демонизирует чувственный эрос, сближая его с Танатасом. Воля к смерти парадоксальным образом интенсифицирует ощущение жизни. Этой концепции жизни через волю к смерти противостоят Розенов и уже в советское время Галербах. Последний, в частности, ищет в художественной культуре прошлого и настоящего времени жизнеутверждающие образцы, противолежащие принципу вырождения. В качестве примеров о ценности пола он берет цитаты из художественных произведений, в особенности поэтических, поскольку, как полагает порой в отдельных строчках Гетты, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Владимира Соловьева, Блока и других, можно найти несравненно больше ценного по вопросу о сущности сексуализма, чем у всей многотомной половой билетристики вроде Арцебашева или Вербицкой. Объяснение тех или иных цитат с точки зрения половой проблемачки является, по мысли Галербаха, более или менее удачным комментарием к ясновидению поэтов и пророков. Одним из таких виталийских писателей является Алексей Максимович Горький, который, будучи собеседником Льва Толстого, воспринял идею великого романиста святости половой жизни, отвергнув более радикальные взгляды на пол и смерть, на пол и семью. Для горьковедения заметка Галербаха «Горький женский грудь» представляет определенный интерес, поскольку в ней задолго до литературной гендеристики рассматриваются нетипичные аспекты творчества буревестника революции. Написанная накануне Великой Отечественной войны в январе 1939 года, эта заметка является одним из первых филологических изысканий, которые на основе анализа художественного текста пытаются проникнуть в гендерную проблематику авторского высказывания. Конечно, до Галербаха творчество Горького исследовалось с нетипичных точек зрения, но при этом использовались подходы других наук. Богатый материал для размышлений дает хотя бы переписка буревестника революции с психиатром Иваном Борисовичем Галантом 1925-1935 годов. Очень настойчивым исследователем, который, например, утверждал в книге «Психозы творчества Максима Горького», что этому писателю принадлежат лавры великого художника-реалиста, рисовавшего с необычайной правдивостью и, можно было бы сказать, с научной точностью различные психопатологические состояния и душевные болезни. Горький, разумеется, оспаривал подобные радикальные суждения, просил не вчитывать его произведения за цикленность на психопатологиях человека, не видеть в писателе Горьком пациентом, но порой добродушие изменяло автору. Он замечал, а доктор Галланд продолжает делать из меня какое-то вместилище безумий, пориомания, пиромания, суицидомания, замечательно. Галлербах в своей заметке не занимается подобными вещами, не выискивает у Горького пикантных подробностей, не пытается также вступить с ним в переписку ради получения фактов или подтверждения собственных мыслей для работы над оправданием пола. Скользь он упоминает о том, что пишет эту книгу в письме от 6 апреля 1928 года в связи с Розановым. Тут хочу небольшое лирическое отступление сделать. Хочу поблагодарить Анастасию Плотникову за помощь в доступе к документам в архиве Горького. Цитаты из этого письма. Кстати, о Розанове, судьбой которого вы интересовались и которому так много помогли в последний год его жизни. Знают ли Розанова хотя бы понаслышке в Италии и можно ли заинтересовать им итальянскую публику? Над Розановым продолжаю работать, но работа эта для письменного стола, а не для печати, хотя несколько лет тому назад Каменев уверял меня, что Розанова можно и нужно печатать всего целиком. Сейчас, к сожалению, об этом нечего и думать. Как бы было ценно, если бы вы когда-нибудь написали хотя бы несколько слов об этом отверженном писателе? Хотя бы несколько слов, это звучит довольно нелепо, но я хочу сказать, что ваши несколько слов были бы, вероятно, достаточны для того, чтобы можно было бы, если не переиздавать Розанова, то хотя бы писать о нем. А как были бы для нас, розановцев, интересны ваши слуховые и зрительные впечатления о нем, портретная характеристика, искусством которой вы владеете так изумительно? Это письмо было периллюстрировано сотрудниками КГБ. Образцы с упоминанием Розанова были отчеркнуты красной линией на полях рукой неизвестного лица. Машинописная копия хранится также в архиве Горького Емли. В приведенной цитате для нашей работы особо ценным является, во-первых, то, что Галербах прекрасно понимал принципиальную непроходимость своей работы о поле в советское время и поэтому писал в стол. Во-вторых, что Горький интересовался судьбой Розанова. В-третьих, что Галербах называет себя последователем Розанова. В-четвертых, отмечаются главные для адресанта умения Горького писателя, а именно портретная сила его пера. Интересно ваши слуховые зрительные впечатления о нем, портретная характеристика, искусством которой вы владеете так изумительно. Галербах, как искусствовед, прекрасно разбирающийся в различных жанрах живописи, чему подтверждением в частности являются его многочисленные книги о русском и европейском искусстве, видел в Горьком в первую очередь мастер изображения внешнего облика человека, внимательного к мельчайшим деталям. Жанр портрета также интересовал Галербаха в связи с его профессиональными занятиями. Например, в конце 1920-х годов он собирал материал для статьи портреты Горького и обращался к последнему с просьбой дать материал, на что получил такой ответ. Кроме Григорьева никто из русских зарубежных художников не писал меня. Иностранцы писали, но имена их я забыл и где находятся их работы не знаю. Портрет маслом написанный Отто Бегасом сгорел вместе со всею студией его. Акварель Бегаса в Неаполе собственность художника Кошара. Портрет работы Акселя Галена в Стокгольмском музее больше ничего не знаю. 10 ноября 1931 года Галербах сообщал Горькому, что закончил статью о портретных изображениях и направляет ее для ознакомления. В ответ Горький усомнился в своевременности подобного рода материалов и ответил так. Значение таких статей как ваше для меня не ясно и мне думается, что они едва ли своевременны в наши дни. Горький был также интересен Галербаху как мастер слова, на произведениях которого можно и нужно учить детей. С 1933 по 1936 годы в издательстве из Агис выпускались учебные таблицы для школьных учителей по инициативе и при активнейшем участии Галербаха, одним из героев которых должен был стать Горький. Галербах 24 сентября 1933 года отправил ему на ознакомление таблицу Пушкина, которая представляла собой развернутый лист формата, равного примерно нынешнему А2, где доминирующим был визуальный ряд, состоящий из иллюстраций, к произведениям Пушкина, его портреты кисти известных художников и наиболее репрезентативные стихотворения. Подобная этой таблице про Горького была, по-видимому, Галербахом все-таки издана, но уже после смерти автора матери. О проекте учебных таблиц, где, в частности, среди прочих упоминается имя Горького, Галербах пишет искусствоведу, критику, коллекционеру Павлу Давыдовичу Эттингеру. Наконец, Галербах был внимательным читателем горьковской публицистики. В 1935 году в дневнике он отмечал, «Горький продолжает печатать в правде, другие газеты перепечатывают, свою отповедь литературной забавы. Многое из того, что он пишет, верно и уместно, но тон, тон, таким тоном не позволял себе писать даже такой великий обличитель, как Лев Толстой. Очень любит Горький попрекать советских писателей их малограмотностью и неумением писать. Но сам он, хотя и очень начитан, это именно огромная начитанность, а внутренняя духовная культура у него бог весь какая. Иногда садится в калошу. Он обрушивается на неряшливость языка в произведениях пельника и не замечает, что его собственный язык в статьях последних лет, если и не страдает неряшливостью, то страдает бледной немочью. Язык этот по газетному сух, вял и официозен». Внимание к стилю прослеживается и в заметке «Горькая и женская грудь». Галербах обращает внимание на монотонное повторение эпитетов при описывании груди – высокая, огромная, большая. Иронизирует над отдельными непонятными пассажами, вроде «Груди точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного цвета луны, которые вызывают у Галербаха ассоциации со сгущенным молоком, выливающимся из упомянутых частей тела». Подмечает и промахи Горького, например, при сравнении остроты грудей с козьей. Цитата. «Так, как у козы не грудь, а вымя», резюмирует Галербах, то нужно полагать, что у проститутки, с которой развлекались маститы и писатели, была только одна грудь с двумя сосками, как у козы. Несмотря на все это, нейрония является основным тоном заметки. Галербах старается работать непредвзятым. Им вводится тезис о том, что в художественном творчестве Горького можно обнаружить настойчиво выраженный фетишизм женских грудей, а после идет кропотливое подтверждение цитаты. Галербах утверждает, что внимание Горького к женской груди проходит через все творчество и плохо прикрывается эпическим спокойствием. Тем не менее, дайджест и цитат останавливаются на воспоминаниях Горького о Леониде Андрееве, написанных в 1919 году. Таким большей части дореволюционное творчество Горького, но только в жанре рассказа и повести. Драматургия типа хрестоматийного на дне и более большая форма повесть-мать, она все-таки, ну, Галербах писал, воспринимал ее как роман, обойдены вниманием. Интерес к произведениям Горького, которые пришлись на Серебряный век, подтверждает наш тезис о том, что и Розенов, и Галербах искали в художественном мире эпохи жизнеутверждающие произведения в противоположность вырожденческим и ценили в авторах в первую очередь их стремление описывать полноту жизни взамен стремления к смерти. Галербах, превознося умение Горького отдавать замечательные портретные характеристики, отмечает за этим писателем и внимание к деталям. Автор матери подмечает не только так утомившие его большие и огромные груди, но и описывает другие их размеры, а также эстетику и безобразие. Горький предлагает типологию женских грудей, однако Галербах не развивает эту мысль. Предварительный его вывод заключается в утверждении, что, цитата, «На писателя со всех сторон лезут женские груди, образы баб сливаются в единый образ кибелой многогрудой». Мифологическая аналогия, появившаяся вдруг, не должна нас смущать, поскольку свидетельствует об уже упомянутом розынянстве Галербаха. Этот прием был присущ Розанову, для которого в рамках его гендерного проекта каждая женщина это маленькая Исида, а каждый мужчина маленький Осирис. Им соответствуют большие Исиды и Осирис, понимаемые как общие формы женского и мужского, из которых путем эманаций индивидуируются конкретные женщины и мужчины, и которым по смерти человека они возвращаются. Мифологические ипостаси становятся для Розанова, как в свое время, например, для Платона, одним из видов аргументации. Этой традицией наследует и Глербах, написавший, напомним, биографию Розанова. Образки белой многогрудой, возникающих в творчестве Горького, это символ плодородия природы, свойственный женскому началу, призванному по Розанову продолжать жизнь. Таким образом, Глербах доказывает витальность Горького, который, будучи мастером портрета в литературе, как большой художник, чувствует, что миром движет половое чувство, понятое не как акт слияния мужчины и женщины, а как мировоззрение. По Глербаху Горький проговаривается об этом в своих текстах. В конце заметки предлагается символический иронический портрет, проект памятника Горькому. Цитата. Под этим углом зрения можно сказать, что хорошим памятником Горькому был бы памятник, изображающий великого писателя, прильнувшего своими моржовыми усами к пышной, высокой и упругой, грешной груди. Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что Глербах встраивается в модернистский гендерный проект в его розеновском изводе и работает с литературной традицией, исходя из методологии, предложенной русским Ницше. Внимание к натурализму, к сексуальным проблемам, эстетике женского тела – это производные исходные философимы пола, которую Глербах на протяжении всей жизни обдумывал и пытался обосновать, но этот труд оказался незавершенным. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Очень любопытный обсуждался, любопытная фигура, любопытный документ. Мы как-то отвыкли от обсуждения Горького в таком контексте, то есть ко многим писателям привыкли, а вот Горький как-то до сих пор ну такая что ли священная корова, но не в плохом смысле, но вот такая фигура, которая вот и гендерный подход вот редко в его отношении применяется и тем более вот такие критико-публицистические тексты тоже кажется вот очень новыми и удивительными отношениями на Горького. Вот, наверняка много вопросов есть у кого или осуждений, кто хочет спросить что-нибудь или высказаться. Да, пожалуйста, Ксения. Спасибо большое, Яша, за действительно очень интересный доклад на любопытную тему. Вот я просмотрела эту заметку и по-моему Галербах как раз сам практически никаких выводов не делает из приведенных примеров. Вот Яша сказал, что Галербах говорит, что горький чувствует, понимает, что половое чувство ведет мир, но и действительно вот для меня тоже такой вывод напрашивается из приведенных примеров о какой-то витальности горького. Но Галербах об этом ничего не говорит. Может быть он в каких-то других работах, вот о розенове например связывает именно грудь с тальностью, с идеями о том, что, с какими-то фрейдистскими может быть идеями о ведущем начале либидо. Такой вопрос у меня. Спасибо. Да, он как раз вот я сказал в начале выступления, что эта заметка горьком, она является частью его большого проекта про пол. И свой подход он обосновывает вот в этих сохранившихся заметках. И там в частности как раз имя горького фигурирует наравне там с Львом Толстым, от которого как раз горький воспринял не вот его опрощение, а именно его любовь к жизни. И тут да, в самой заметке этого нет. Но как подход, потому что видимо она, если брать саму заметку, она висит в воздухе. То есть непонятно зачем вообще про грудь говорить. И вроде начал где-то середины, закончил ни о чем в конце постскриптум, что ну горький так-то хороший человек, и писатель хороший, и все. А если ее встраивать именно в замысел, вот этой большой книги оправдания пола, 20 лет человек ее писал, точнее он 20 лет читал материалы к ней, которые и на французском, и на немецком все вот лежит в РГБ и заметки какие-то выписки делал, в том числе из писателей, но там из писателей мало кто. И полноценное воплощение только горький у него принял. Я не знаю почему, может быть потому, что он книжку ему целую посвятил про портреты, а все остальные так, постольку поскольку. Там вот в конце этой заметки материалов там Пушкин есть и Франц, и тоже такой намек дается, что вот у Горького как бы внимание к груди, у Пушкина к ножкам, а у Франца вообще к руку. Но интересно было бы почитать, конечно, его выкладки на этот счет, но целяви, не успел. Описал ли Галярбак что-то про Фрейда, потому что на самом деле пахнет таким махровым фрейдизмом, я бы сказала. Фрейд он искал все-таки невротические какие-то расстройства, и он вообще такой продукт модерна. Мы уже сегодня про Венингера говорили, вот Венингера он наряду с Розановым называет чуть ли не гением, что вот Венингер чувствовал так женщину хорошо, вот этот вот весь потенциал ее, и Розанов также, и они пытались это все развивать, но мне кажется, что вот если почитать полый характер, то это ужасная книжка, там вообще-то и антисемитизм очень такой серьезный, и против женщин он серьезно восстает, говоря о том, что женщина она ведомая, а не ведущая, как и евреи, которые тоже ведомые, а не ведущие. И тут большие вопросы у меня к Венингеру, но вот для Галярбаха он такой столб наряду с Розановым. Можно позвольте тебе высказывание? Конечно, а как же? Вы знаете, коллеги, насколько я знакома с творчеством Горького и с ранним его творчеством, и вот в 20-е годы, и вот последние произведения Горький никогда не уделял, у него не было клинического отношения к женской груди. если он и употреблял где-либо описание, да, вот как сейчас, на сегодня я позволила себе процитировать ряд его очерков, да, где это было просто неизбежно, он это делал довольно целомудренно, поэтому заподозрить его в каком-то ненормальном, плотском отношении к этой части женского тела, вы знаете, ну, на мой взгляд, это как-то ну, очень несправедливо по отношению к Горькому, и если какие-то моменты, аспекты присутствовали в его творчестве, опять же, он это разбирал не с психологической точки зрения, не тем более с каких-то сексидских, нет, это был просто как момент, как эпизод, как, ну, некая часть, которая, ну, раскрывала просто часть замысла сюжета, не более того, Горький довольно-таки целомудренный писатель, понимаете, и вот даже его произведение, вот сегодня задавали Насте такой вопрос, какое вот из его произведений можно назвать прям таким гендерным-гендерным, интересная тема вот в рассказе на платах, да, вот, где предстает перед нами, ну, старое поколение, да, вот Горького мы знаем, что пытались обвиниться на качестве, да, и вот там проявление мужского, яркого начала, женского, такого яркого, да, потом вот его произведение Фома Гордеев, где очень интересно можно сопоставить, кстати, этих двух героев, но опять же, Горький, когда это раскрывал, он это делал не с точки зрения как некой патологии, а как то, что было в жизни, это было, и Горький пытался это просто отобразить в своих произведениях, это явление, и даже наиболее яркие проявления там мужского начала или женского начала, он не пытался это представить как патологию, как аномалию, смаковать это, он это просто представлял, что когданость, да, это присутствует, и раскрывал он это довольно-таки целомудренно, без излишних деталей, без излишнего вот какого-то смака, культа этого, поэтому мне кажется, что действительно, вот Яков справедливо заметил, что, ну, немножко странная статья заподозрить Горького в том, что он там какую-то систему женских грудей расписал, но это, наверное, некорректно, на мой взгляд, простите, если я как-то очень так взялась Горького защищать, но, не знаю, я не встречала в его произведениях нигде, чтобы вот он просто смаковал эту тему так открыто, извините еще раз, если я... Я согласен с вашим замечанием, что Галербах Горькому несправедлив, но тут мы не говорим про объективизм Галербаха как литературоведа, мы говорим про то, что он берет модернистскую теорию своего любимца Розенова, которого он, ну, можно сказать, понял одним из первых, потому что Розенов ему про это писал, что вот у меня, мне в конце жизни дал Господь такого замечательного Эриха, который понял, что я хочу сказать, и написал мою биографию, и всем рассказал, какой я все-таки другой человек, не то, как меня там, как Ератамана воспринимают, а что вот у меня есть система, и за это он был ему благодарен, и Галербах берет Розеновский подход к женскому, вообще гендерный этот проект, потому что там же разные были изводы, там же были вот символистские опыты на башне Вячеслава Иванова, а были вот такие, как бы сказать, неопочвеннические, как Розеновский, потому что он на Достоевского же ориентировался в основном, во всех своих, и такой националистский проект, что вот есть более женские народы, более мужские народы, русские, например, более женственные народы у него были в системе, его, и применяет на Горького, тут как бы даже можно сказать, ну, это такая спекуляция с этим, с идейным комплексом Розеновским, то есть он берет методологию его, и пытается вот этим перочинным ножом вскрыть вообще банку, которая к этому не предназначена совершенно, к другому вообще, и тот, я абсолютно согласен, что Горький, я не зря цитировал Галанта, которого Горький просил не относиться как к пациенту ему, что он больше, что выискивать патологии, это, конечно, здорово, замечательно, находить то, что ты хочешь найти, но вот понять это совсем другое дело. Спасибо, Яков. Если позволите, я продолжу эту мысль. Во-первых, спасибо, действительно, это интересный новый материал, и, конечно, он говорит больше не о Горьком, о Галербахе и о Розенове в этом контексте, и вообще там об эпохе, да, вот об этом, собственно, взгляде. Мне кажется, что вот очень важно, может быть, сегодня не прозвучало, отчасти это вот в Юлином докладе было затронуто, что Горький пишет о половой любви, очень много пишет, как именно о части жизни, да, но при этом у него всегда, ну, Юля так взялась защищать, да, мы, я как раз хотела сказать, что как только об этом заходит речь, что мы обычно говорим, он не такой, да, он вообще про другое, но дело в том, что у него своя травма была на этот счет, да, и он это описывает отчасти вот, когда там в той же самой пекарне, да, и там мужики этих баб на эти мешки с мукой заваливали, а потом из этой муки хлеб пекли, да, то есть вот это такое сочетание самого чистого и самого грязного, как бы опорочивает хлеб, да, который вот люди едят потом, вот, и это для него вот всегда был такой внутренний конфликт, то есть с одной стороны вот есть женщина прекрасная, возвышенная, замечательная, а с другой стороны что с ней вообще-то можно делать, да, и в этом смысле вот сейчас мы часто слышим рассуждение про женщину как объект и женщину как субъект, да, объективация, субъективация, вот я вижу, что Галербах анализирует, я не очень вижу, что он это всерьез вообще, да, потому что столько иронии вот в этом отрывке, столько какой-то может быть искусственности некоторой, вот правильно как Яков говорит, что какой-то совершенно не приспособленный к этому инструмент он кажется берет, вот, и как будто он пробует, да, то есть иногда интересно взять один и тот же инструмент и подойти с ним к разным предметам, да, а что получится, ну, эксперимент такой, да, вот, похоже, что он именно видит в Горьковских рассказах женщину как субъекта, а для, как объект, извините, наоборот, да, как именно как объект, страсти, объект наблюдения, объект вожделения, вот, вот, а для Горького, конечно, женщина в первую очередь цена субъектностью своей, да, способностью к активной деятельности, к активной жизни какой-то, вот, мне, конечно, я тоже прочитала эту заметку и мне вот именно это ироническое отношение в глаза бросилось, я думаю, что это не нужно отметать, да, то есть это действительно нужно сделать частью рассуждения об этом предмете, маленькое замечание, что там, наверное, не КГБ будет, а надо посмотреть, что за год, это или УГПУ или НКВД, вот, потому что... В описании к письму написано из архива КГБ. Ну, да, это архивом КГБ, то есть, надо посмотреть, да, что там, может быть, оно попало там, вот в архив, то есть, периллюстрировано, когда оно было периллюстрировано, то кем оно было? НКВД или КГБ, да, то есть, ну, как-то сформулировать это правильно нужно, вот, и мне очень понравилось вот это замечание по поводу того, что он горький учит нас писать, а сам часто ошибается, да, вот только что в среду прошло, в среду, во вторник, ну, во вторник и в среду, прошла конференция о читателе, да, читатель в литературном процессе 20-х, 30-х годов, и я там как раз рассказывала про отзывы читателей 30-х годов, и, что интересно, в это время же идет дискуссия о языке, то есть, очень важный такой общественный процесс, да, задействована центральная пресса, задействованы очень многие писатели, горький, Сталин, в первую очередь, задействованы в этом процессе, вот, и горький выпускает статью одну за другой, и не только литературные забавы, а еще много, прям, да, целый ряд статей, и вот в письмах читателей 30-х годов очень часто встречается вот это вот немножко как бы оскорбленные выражения такие, да, что вот если уж вы беретесь нас учить, то как следует прочитайте ваши собственные тексты, да, и прямо люди, там, у меня есть письмо, где на трех страницах человек пишет, вот на странице такой-то у вас там вот такой косяк, вот на странице такое, у вас такое неверное употребление слова и так далее, вот, то есть, наверное, если бы Горький вот эту учительскую позицию не занимал, да, то к нему столько претензий бы не было, но именно то, что он берет, не случайно сопоставление с Толстым возникает, конечно, то есть, если он такую именно позицию менторскую, да, занимает, то, соответственно, и к нему больше, более пристальное внимание тогда. Нас учишь, да, на себя посмотри в этом духе. Спасибо большое, Яков, насчет архива, так это не моя заслуга, это, Галина Эдуардовна, добрая. Но все равно большое спасибо. Знаете, что меня еще в этой заметке удивило, то, что он вклинивается, Гайрабах, намеренно в полемику по поводу пуритан от литературы, который запрещает уже в 20-е годы вот всякие такие натуралистические описания, в том числе и взаимоотношения мужчин и женщин. Он говорит, что надо, ну, там, практически в самом конце, он об этом замечает, что как до сих пор вы у Горького это-то не увидели, вот, в других клеймите, а главного не замечаете. Это тоже интересный аспект, но я его, вот, не стал рассматривать, потому что это, ну, ввело бы в другую сторону. Ну, мы тогда говорили и про Гумилевского, говорили, да, и вообще много чего, вот, на днях буквально слушал лекцию Ликманова, она есть сейчас на Ютьюбе уже, «Секс в русской литературе 20-го века», да, там, в общем, ну, материал можно взять, да, просто там он много в этом духе рассуждает. Сейчас какая-то еще мысль у меня была на этот счет, ну, а, вот, мысль о витальности Горького, горьковских текстов, и я думаю, что ее можно бы развить. Мне думается, что, хотя Горькому бы это не понравилось, да, что, наверное, отчасти вот эта витальность его, все побеждающая витальность, пусть сильнее грянет буря вот во всех отношениях, она отчасти связана с его несостоявшимся самоубийством, как, в общем, это у него было там в один кратковременный период несколько этих попыток, ну, как многие люди с подобным опытом, да, приобретают такое очень выраженное стремление к жизни, любовь к жизни, и презрение к другим, которые не ценят жизнь, которые не видят в ней смысла, там, и так далее. Поэтому он к декадентам, допустим, так, да, скептически относился. Вот. Я хочу сказать, что большая тема, вокруг нее много чего строится. В общем, думаю, что можно об этом рассуждать, и не обязательно, чтобы все были с вами согласны. С Галантом он, кстати, не соглашался, когда Галант ему говорил про самоубийство. Вот, Алексей Максимович, вот у вас из-за этого вот что-то происходит у вас. Он говорит, нет, 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 все хорошо. Он же человек в первую очередь, да, нам тоже не очень приятно, когда нам какие-то наши тайные вещи, да, когда нас пытаются препарировать без нашего согласия на это, да, вот, поэтому, да. Между прочим, в письме Груздеву пишет, и не раскрыто совсем этот момент, пишет, я обычно я не читаю сочинения о Горьком, особенно о заглавленных феминизм Горького, деньги в произведениях Горького. Такое было прислано из Персии, автор, если я не ошибаюсь, Калашников, но вот про деньги в произведениях Горького выяснили, а вот про феминизм Горького не выяснили, поэтому, если вы выясните, будет здорово, что это было такое, да, то есть ему, конечно, присылали толпами эти исследования, да, но вот он к ним вот так относился, а к тому, что не мы придумали эту тему, да, очевидно, она была раньше. Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Есть ли еще желающие высказаться? Да, пожалуйста. Да, я тоже вспомнила конференцию, которую недавно закончилась о читателе и вспомнила доклад Елены Викторовны Антоновой о воронежском читателе на материале библиотеки, воронежской публичной библиотеке она изучала апонементы и статистические всякие таблицы, какой писатель, какой был читатель, да, его облик, возраст, национальность и какие книжки были популярны в разные периоды и, что интересно, на первых позициях держались Лев Николаевич Толстой и Вербийская как раз. То есть вот они вдвоем шли нога в ногу. Достаточно любопытный такой факт, о котором я вспомнила, слушает оклад Якова. Вообще уникальный, конечно, материал, очень интересный и действительно я согласна, что он больше говорит о колербахе и, собственно, я по-другому на него взглянула, поскольку знала его как автора ну прежде всего небольшой брошюрки об Алексею Николаевичу Толстому 27-го года. Вот теперь мне идею надо перечитать, а не было ли предпосылок каких-то, скажем, из истокий. А что там у Толстого с женской грудью? Да-да-да-да, что он там писал про это? Я ничего такого сейчас не помню, правда, но, наверное, что-то запомнилось бы, что-то в голове отложилось, ну нет, абсолютно, надо просмотреть, надо перечитать, да, просто попытаться понять, а, собственно, каковы были предпосылки, да, к такому рассмотрению творчества писателя, да, и фигуры писателя у Галербаха, что с ним произошло, только ли Розенов, либо уже в каких-то его других статьях были, скажем, были какие-то попытки, да, препарировать автора с этой точки зрения, очень, может быть, высказывания какие-то, вот, что на него так повлияло, что могло так... Ну, вот, это, это на самом деле уникальный материал в плане того, что он очень не похож на Галербаха, потому что, читая его книжки, особенно про искусство, удивляешься его эрудиции, у него еще стихи... Да, 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 да. И вообще поразительная фигура, уникальная, абсолютно, очень такая, серьезная, академичная, в дневнике камня на камне не оставляет от этих, от лаповцев, раповцев, все у него там дураки, потому что, ну, плохо пишут и его еще обижают, потому что, ну, он там все время говорит, вот, почитали бы они нормально мои стихи, а не как эти ангажированные, идеологически, там, закабаленные ребята, то, ну, другие бы какие-то мысли произносили. И потом я нахожу вот это и совсем удивляюсь, потому что, ну, не похоже на него. Тут он про жилопись рассуждает так довольно элегантно, здорово, вот он мне, он мне очень нравится. А у меня вопрос, это его почерк там подписан? Да, 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 в архиве Горького его же почерк, да, я поясню. Просто у нас есть, есть в архиве приписанный Толстому текст, поездка Симонова, но там написано Толстой, но это не рука Толстого, это не стих Толстого. Я вновь, женская рука даже, эта женщина писала, и у меня есть предположение даже, кто это писал. Просто он написал заглавие сам, он придумал заглавие поездки Симона, а все остальное он терял совершенно не его. Но в архиве это лежит и в фонде нашем, в Толстовском, и подписан, и отработирован Толстой. Почерк один, сиреневые чернила, да, вот он, это все, это он. Притом он любил на таких бланках писать, он вообще очень любил миниатюрные книжки, маленькие, и он писал на таких же бланках письма. У него очень много таких бумажек, они как бы составляют эту книжку «Оправдание пола». Он вот на таких писал, на четвертиночках, и Горькому тоже отправлял, там то у него какой-то банк там 15-го года, бланки были, то еще что-то, в общем, такой интересный. Бумажный кризис. Да. Вряд ли уже тогда. Толстой тоже на каких-то на кинолентах, на какие-то бланки на киноленты писал, тут такие обрывочки с двух сторон, карандашом в каждой клетке, кошмар. Но вот Апрогорь, нет, Апрогорькова, но нет, она написана на хорошую бумагу. Про Горького на хорошей бумаге написано, заметка на плотной и пористой, такая вот, ну, я не знаю, где он ее нашел, там 9 листов. Там, получается, обложка такая, и в ней еще листки, очень такая солидная. А все остальное на каких-то... Материал, шикарно, вот мубликация, просто вообще, можно только порадоваться. Не знаю, куда их возьмут, конечно, этот материал. Ну, горьковцы благословили, поэтому можно уже и печатать, в принципе. Попробую, конечно, но надо проработать получше. Удачи! Спасибо. Если будут сложности с пристройством, то всегда остается вариант нашей коллективной монографии, в которую я, кстати, хочу пригласить поучаствовать в ней и вот Анастасия с Юлией. Значит, ну, я так понимаю, что суждений никаких больше нету и вопросов по докладу, поэтому мы можем плавно перейти к завершающей фазе семинара и к обсуждению потом еще наших планов конференционных и издательских. Значит, вот у нас предполагается в конце марта, скорее всего, 30-31, но мы еще обсудим конкретные числа, большая конференция вот концепции женственности и конструирования гендера в культуре русского модернизма. Вот, и, конечно, мы очень приглашаем вас поучаствовать, а главное, что потом мы обязательно сдадим коллективную монографию. Это и по условиям гранта мы должны сделать, то есть, это вот вещь совершенно стопроцентная. Вот, и если вот материалы, которые сегодня на семинаре прозвучали, в частности, еще нигде не опубликованы и никуда не просватаны, то мы будем очень рады их видеть вот в этой готовящейся монографии, которая должна будет выйти в 22-м году, то есть, в 21-м мы ее собираем, начинаем после проведения конференции, в 22-м году она должна выйти из печати. Вот, и, конечно, горький там очень нам нужен, вот, мы всячески приглашаем и надеемся. Вот, и, в том числе, я же, если вы еще, вот, проблемы с пристройством и до 22-го года вы готовы подождать, то, конечно, это можно и туда прекрасно. Вот, и я благодарю замечательных наших горьковедов, которые к нам сегодня присоединились, без которых мы бы никогда так хорошо не справились, вот, благодарю докладчиков, по-моему, очень хорошо, интересно и небанально получилось, то есть, и фундаментально, и небанально, нетривиально, на этом запись мы можем остановить, вот, и дальше уже обсудить вот проблему с конференцией дальнейшими семинарами. и дальше